Ой, чё там, Харлеич на пятёрку ценник поднял? Блин, тогда я тоже... Товарищи СММщики-таргетологи, блядь, сейчас вам вообще бошку взорву. Татуировки зэков, как правильно войти в хату? Я ничего против мамочек диктлейки не умею, зарабатывайте свои миллионы, не выходя из дома, без проблем. Как определить, что тату-курсы хреновые? Это если в течение следующего года твой ученик начал преподавать. Ты же, блядь, как это называется, когда человек очень сильно любит вот эту всю штуку из комиксов? Не традиционалист? Нет. Не знаю. Гик. Гик, да. Гик. Но нет. Ты не гик? Не гик. Подожди, у тебя столько статуэток в студии до хера прям было. Нет, нет, нет. Чтобы быть гиком, надо ещё угорать по науке, например. Или там, типа, знать наизусть всех людей в третьем ряду в Звёздных Войнах, знаешь, типа того. Я не настолько глубоко знаю. Я понял. Но вообще ты фанат, получается. Ну, мне просто нравится, не то чтобы сильно фанат. Ты знаешь, сколько примерно стоит твоя коллекция вообще? Игрушек? Да. И причём некоторых ты же там что-то раздавал, да? Там у Павлика что-то Торова. Или уже не его? С Тором это вообще супер дурацкая история. Он, короче, пошёл, значит, Павлик же любит у нас всякие шаманские штуки какие-то там. Это раскроет свой внутренний мир, там, прочую херню. Ему, короче, дали задание, ну, просить у людей всякую херню и получить 10 отказов. Я слышал, да. И в итоге получилось так, что Павлику он спрашивал у людей всякую фигню, типа, и мы все говорили «да». Он такой, типа, чувак, а дашь мне, типа, фигурку Тора, я такой, да, забирай. Всё, это вся дурацкая история? Вся дурацкая история, блядь. Ну, а ты, ты... Я с тех пор ему всё время отказываю теперь, думаю, вот козёл. Блин, нормально. Ну, а по коллекции? Ты знаешь, сколько ты валил? Без манер. Блин, ты же ещё, ты 100% давно собирал её, да? Или ты, когда бабки появились, ты такой, куплю 10 больших игрушек? Ну, лет 5-6 назад, по-моему, начал. И ты её перевёз сюда, в Блэкаут? В новый? Да не, ну, в смысле, я в Блэкауте уже начал. Блэкаут уже 7 лет, братан. 7 лет назад. Я столько, по-моему, татуировки делаю. 7 лет будет в октябре. Жесть. Адепту 3. Хотя, кстати, тоже много. Это как будто половина от Блэкаута. Ну, в плане возраста. Тоже много. Блин, 3 года — это плохой возраст. Почему? Проблемы в коллективе начинаются. Это как в отношениях то же самое. 3, 7, типа. Блин, на самом деле... Каждые 3 года любому коллективу. Короче, у нас тогда каждый год. У нас не проблемы, у нас просто каждый год, перестановка, кто-то отваливается. И причём получается так, что вот люди, которые уходят, как-то с негативом-негативом пофигу. Просто, ну, типа, уходят в другую студию, пусть нам для комфортнее. Или, там, мы конфликтные, там, не сошли на чём-то. Сразу на их место приходят другие люди прям. И это какие-нибудь кореша обычно. А дальше всё идёт заново. То есть у нас, получается, да, девочки в NGME ушли, пришла. Вот другие ребята. Сейчас они уходят, и на их место у нас новые ребятишки. Реалисты у нас будут. Господи, кинь. Да, ну, да. Слушай, ну, блокал тоже начинался, как, знаешь, типа, все разные. Да, да, да. А, кстати, когда мы вот уходили с бэкстейджа, как раз идея в этом-то и заключалась, чтобы всех в разных стилях, а потом просто все рисоваки в одном... Ну, короче, мы объединились рисоваками, и как-то так стало. Ну, вот, а у нас одни реалисты, собственно, остались. Кроме Джерри. Джерри, ну, Джерри тоже делает. Ну, а нет, кроме Ярика. Чекана. Джерри, нет-нет, добалуются. Ну, да, чекана, чекана. Короче, знаешь, вот 7 лет блокаута, я очень давно слежу, вообще, серьезно. Ну, типа, я подписан там на вас всех. Вы, короче, негласная или гласная тату элита, чтобы вы понимали. Знаешь? Элита, чиз-и. Нет, объясни, что это. Ну, как сказать, вот так вот. Как тату элита переживает последний 2021 год. Просто я вот знаю, как у нас, как у ребят там в регионах, потому что, ну, я со многими общаюсь, я общительный. Слушай, ну, у них все одинаково в регионах у всех. Ну, плюс-минус, но... Я знаю, как стало после, вот, типа, 21-го года. Ну, во-первых, все с регионов сидят дома и никуда не ездят работать, и теперь они не пиздецкие богачи на немецкие деньги жить. Вот. И все сейчас приехали, вернулись, потому что два вот этого года, 18-й, 19-й, там, часть 20-го, это был налет на Европу. Все начали кататься. Все начали кататься, все забили хер на свою запись в России. То есть ты приезжаешь, ты уже не хочешь работать там по своей 10 тысяч сеанс у себя там где-то в Новороссийске, условно. Ну, это странно. Это вообще бред, я не понимаю. Это у всех так происходит? Ну, у многих, наверное. Ну, я, блин, опять же, вот все, что я говорю, чтобы пояснить, это вот в информационном пузыре, в котором я нахожусь, что до меня доходит, с кем я общаюсь, возможно, вообще все не так. Но вот что доходит до меня, я с тобой делюсь. У тебя, скорее всего, какое-то другое представление или информация об этом. Вот, я к тому, что все налетели на Европу, вернулись, кайфуют реально. Я много видел, кто просто приезжает такой, да, типа, блядь, запись. Зачем? Типа, один заезд, там месяц полтора, 10 тысяч евро приехал, все, сидишь, кайфуешь. Через месяц опять уехал, что? Вот. И 21-й год, пока вот эти приколы с Польшей не начались, все сидят, ну, многие сидят, сосут бубу и все такое. Как? Ну, у тебя, понятно, ты... Просто я не могу за коллектив-то говорить, я могу за себя говорить. Давай поговорим о тебе. Ты будешь тату или ты один? Если ты перестарешь меня так назвать, я тебе отвечу на вопрос. Ладно, все, перестал, давай. У меня, у меня. Слушай, я, наоборот, находил определенный кайф в том, что ты едешь, зарабатываешь большие деньги и здесь можешь расслабиться, но расслабиться в плане в том, что ты просто сидишь и больше ковыряешься, выбираешь из проектов, что делать, что не делать. И на прайс уже как-то пофигу мне, если честно. Ну, типа, я не жадный до денег, чувак. Вот, кстати, знаешь, что? Меня вообще нисколько не коробит, что там я здесь получаю в три раза меньше, чем в Европе. Вот, знаешь, ходят слухи. Чего? Короче, что ты и там избирательный очень. Ну, короче... Ну, все верно. Ну, просто я там, там я настолько же избирателен, как здесь только года 3-4 назад. То есть тут ты прям отказываешь вообще. То есть Дима сказал, у него, по-моему, по-моему, сейчас скажу, типа один из четырех, короче, он берет работу или один из пяти. Бля, могу ошибаться. Ну, короче, типа, ему пишут пять человек, и он вот с одним, типа из пяти человек, написавших работы. Ну, один из пяти, видимо, из людей, у которых адекватный запрос. Да-да-да. Ну, конечно, не... Потому что так-то это один из сотни обычно. Да-да-да. У меня маленьких проектов, одноразовых, нет вообще, ну, в Питере. У меня только вот руки-ноги целиком. А там ты делаешь именно пусками? Там, там у меня бывает, там, допустим, за приезд пара рукавов, ну, вот ребята, которые постоянно катаются, и работаю на два-три дня. То есть одноразовых у меня там тоже практически нет, таких типа шлепок сделал и отпустил. Я понял. Ты там же так же работаешь, типа кусок, там, портрета, два дня подряд, вот эти твои приколы. Я по-разному работаю, говорю. В России я последние года два, я работаю с подмалевкой. Подмалевок, заживление, второй слой, заживление. Это в России? Это в России. А в Германии? А в Германии я делаю в один проход. Ну, то есть рукава, например, рукава, если в Германии, если человек адекватный, я делаю с подмалевкой, если он понимает, что это такое. А все остальные работы, типа вот подряд в один проход сделал, все отпустил. Ну, потому что хер знает, тогда я вернусь. А с рукавом-то уж, ну, человек, может быть, не потеряется. Ну, я понял, да. Бля, для меня до сих пор, вот эта штука с подмалевком, я ее не понимаю. Это офигенная тема, чувак. Ну, наверное, не мне. У меня, я так к этому пришел, ввиду того, что у меня работы сильно перегружены деталями. Я там, типа, первый слой накидал, форму сделал, усложнил цвета, вижу, тут надо сделать помягче, ой, тут еще вот этого цвета добавить. А в итоге ты потом возвращаешься, такой, и надо тут еще RS-HRL-кой сверху дофигачить, там, не знаю, какую-то текстуру накидать, не знаю, щетину на лице положить. И понимаешь, что там ресурс кожи, это уже ого-го, типа. И, ну, ты просто, ты просто, ты просто есть вариант, что ты перемесишь, как бы. Вот для примера, можешь сказать, вот, например, ты делаешь, ну, кусок предплечья, условно, да, ну, как бы, адекватная кожа, вроде бы. Разные типы кожи, все мы знаем, вот это. Все одинаковые. Да. Сколько там слоев у тебя обычно выходит на предплечье, на портрет какой-нибудь там с детальками? Ну, смотри, если мы говорим про рукав, то у меня на предплечье, на внутренней стороне самое жирное место, как правило. Ну, это внутренняя сторона предплечья и плечо, самые крутые куски. Соответственно, я туда могу по слоям вернуться 3-4 раза. Понятно, что все старостепенные штуки, типа фаны и прочая херотень, типа там можно где-то и в один проход сработать. Но у меня сейчас на рукав уходит в среднем 15 сеансов. 15 сеансов на рукав? 15-18, вот так вот. Не в среднем, это минимум, скорее всего. 15 сеансов, это жесть. Ну, не, не, я не к тому, что вот дохуя, но это жестко. Блин, ну, я как бы, я стараюсь доводить так, чтобы вот уже, видишь, ты когда по слоям работаешь, возвращаешься, возвращаешься, ты уже последний видишь, ну, практически зажившую работу. И я уже стопудово уверен, что сейчас человек уйдет и все будет круто. Я понял. А ты как-то записываешь сразу на долго-долго вперед? У тебя вообще как это работает? Ну, я обычно говорю с людьми, что они ходят не реже, чем хотя бы ну, два сеанса в месяц подряд. Два сеанса в месяц? А, два дня, типа. Ну, два дня подряд, в следующем месяце еще два дня подряд. Кстати, это фишка, которую я, честно, у тебя позаимствовал. Ну, как позаимствовал? Ну, типа, я увидел, что ты колешь два дня подряд, короче. Я такой, о, это охуеть как удобно. И, видимо, люди норм... Я не знал, что так можно. Я думал, что кожа будет разбита. Я, кстати, через Алену узнал... Я не знаю, вообще, актуальна эта херня. По-моему, через Алену я узнал такую штуку, что если ты работаешь первый день... Бля, будет тупо, если я все время так работаю, это неправильно. Ты работаешь первый день, промываешь, ничем не мажешь, заматываешь в пленку, отпускаешь, он дома промывает, опять заматывает в пленку. Нет. Нет? Блядь. И тут я поломался. Короче, у меня такая система. Он промыл, или не промыл, короче, в пленку, и с утра он пришел на сеанс, короче. Я его размотал, все это стер, и как будто перекур у нас был. Ну, по сути, примерно так же, только я советую максимально дать ей продышаться и ничем не мазать. Если он тебя все время завернутый и преет, потом ты когда соединяешь за счет того, что у него все это распрело, ты когда соединяешь, там легко очень сильно кожу раздербанить. Я понял. Ну, видишь, у меня все в один вообще слой, поэтому... От кожи, от кожи, опять же, зависит, там некоторые не согласятся, да, но бывает, что у людей, ну, невозможно соединить, вот как бы видно, что прям все там сейчас перетравмируешь. А по сколько часов ты, получается, работаешь? В России часов по пять-шесть. А, да? По пять-шесть? Я думал, ты сидишь целый день вообще там, не понимая. слушай, я с этим завязал, я уже не молод тоже. Я поэтому и ценник же не поднимаю, я уже года четыре ценник в России не поднимаю. Тридцать пять. Я увеличиваю количество сеансов, то есть, если раньше тебе рукав там делал за тридцатку, за сеанс, там, допустим, восемь сеансов, то сейчас я делаю пятнадцать. Но за тридцатку? Но тоже за тридцатку. И с возможностью того, что я просто, типа, пока не скажу, все, типа, готово, я доволен. Мы работаем. Сейчас пересчитаем, да. Ну, то есть, получается, конечный ценник получается хороший. Я понимаю, но именно так у тебя получается, что пятеро, шестеро час. Да, похер вообще. Не, это, я не, ну, я не знаю, не по лицам, я просто, ну, это интересно. Я причем об этом слышал, еще хотел спросить, что реально ты, получается, ну, так недорого берешь. И это как раз и преимущество того, что ты катаешься в Европу. Я себе могу подволить делать офигенно крутые, типа, работаю. Я еду в Европу на две недели, а зарабатываю, как здесь, там, за полтора-два месяца. Соответственно, я здесь уже просто делаю хорошие проекты, чтобы довольным быть. Все. Что с Европой? Когда едешь? В мае. В мае я, скорее всего, перенесу свою поездку в третий раз. Бля. Ну, билеты куплены в очередной раз, как бы, все готово, люди ждут с ноября. Если откроют Англию, то поедут. А вы же с Андрюхой в одной студии работаете? С Андрюхой кем? В Бармалеем. Да. Последний раз там пересекались. Все, понял. Блин, такое ощущение, как будто это одна студия в Лондоне, потому что все, кого я знаю, работают там, и у нас чувак приехал с Биробиджаном. Это, не знаю, знаешь ты географию, нет? Это, короче, другая страна России, там, еврейский автономный округ. Он, короче, приехал сюда, в Питер, и даже он приехал такой, о, а меня, типа, в эту студию, и назвал имя вот этого чувака. Бобби. Да, Бобби. Он меня звал тоже работать, вот я думаю, типа, скататься, но сейчас непонятно с этими коронавирусными приклонами. потому что Бобби очень крутой и шаристый чувак, на самом деле. О, я сейчас, ну, он подтягивал меня на очень вкусных, типа, условиях. А мне, слушай, извини, сейчас отойду. У тебя же, вот ты же знаешь, как ездит там, например, тот же Джангиров? Да. У тебя же вкуснее условия везде. Да. Все, я понял. Вопросы нет. Вот поэтому ты тату-элита, понимаешь? Нет, потому что, чувак, потому что я не езжу туда, где заставляют делать львов. Мы с Джангировым созванивались позавчера. А он там же, он сейчас, да, он устроился в Польшу мясником работать. Вот. Он такой, у меня вчера была спина, девочка, короче, ну, все в львах, короче. На следующий день опять львы, потом опять львы. Но это хреновая система, когда ты катаешь на гейспот и делаешь такую херню. Да, согласен. Вот я такой херней занимался, чуть татуировку не бросил. Да, ну, выгореть вообще легко. Вообще легко. А если ты только этим и занимаешься, потом приезжаешь домой и такой, я деньги заработал, я расслабляюсь, получается, говно. Так и есть. Я вообще в какой-то момент прям очень сильно начал чувствовать, знаешь, когда поймал свои мысли, что я гастарбайтер там, когда начал, как вот эти типы, которые у нас ходят по улицам с телефонами вот так, на своем языке со своими женами разговаривают. Вот я так же сижу, у меня день закончился, и я, короче, приезжаю домой и, ну, типа, жил я то, короче, у директора студии, то, ну, то есть снимал квартиру, короче, приезжаю, мне одиноко, грустно, я делал какую-то хуету сейчас, я звоню, и мы просто разговариваем, я думаю, бля, я вот когда жил вот тут, на Синопской, прямо возле студии, под нами жили такие же ребята, которые постоянно менялись, то есть они приезжали, и вот я спускаюсь вниз в магаз, и они сидят там вот так вот на лестнице, и вот он со своей женой там что-то ей рассказывает, тоже приехал зарабатывать, думаю, о, братан, так мы с тобой вообще одинаковые получились. Ну, по факту это настолько же грустно, как гастарбайт, и ты едешь и делаешь то, что тебе абсолютно не нравится. Не, я вот за Андрюхой Бармалеем следил, и когда мы ездили, он, у него подход появился как-то к ним, то есть, ну, он переговаривал, рисовал много, ну, то есть прям, менял проекты, там, дорисовал всякие там штуки, добавлял там каллиграфию, леттеринг, что он добавлял? Леттеринг, да. Вот, добавлял леттеринг, и вот смотришь его работы, он же в Европе типа часто был, вообще он там год один вообще не влазил, то есть, в Россию мимо прилетал все время, и, блин, чувак выкладывает нормальные работы, типа, ну, не львов, тигров каждый день, а что-то такое интересное. Нет, он что-то подрисовывает, да, но большинство же, оно и сразу соглашается на то, что, ну, на то, что приходит. Ну, да, ну, я вот из таких был, если честно, потому что, бля, либо я сейчас, ну, на утрат тяжело кого-то развести, а когда ты приехал зарабатывать чисто, ты такой, бля, либо я сейчас сосу бубу, либо делаю этого чертова льва. Бля, пиздец ли вы? Слушай, ну, с неотрадом я вообще не представляю, как кататься. Не в Германию. Ну, не Германию точно, где это востребовано? В Штатах? В Штатах офигенно востребовано. Мне пишут оттуда, и писали, короче, и три года назад, когда я Facebook более-менее вел, и использовал этот паблик, Wanted Tattoo Artist, я это закидывал, вообще оттуда я нашел все госпоты свои, крупный паблик там. Что за паблик вообще первый раз слышал? Wanted Tattoo Artist. Окей, бля, это что, типа Авито какое-то, работник РУ там? Нет, ну, это как на Facebook группа, как в ВКонтакте группа, где ты, ну да, вкидываешь свое портфолио, и тебе со студии, короче, кидают инвайты. А, ну, типа на Gispot. Да, раньше работало нормально, насколько я понимаю, а сейчас кто, типа, с кем я там делился, кто спрашивал, типа, куда ездить, я бы искал через этот ресурс, короче. Вот, и получается, что мне оттуда писало очень многое с Калифорнии, ребят там еще с каких-то штатов, короче, в Нью-Йорке мне писали, я такой, да, классно, но я, короче, боялся ехать в Штаты, потому что слышал там пару историй, когда, ну, по туристической визе туда летишь, мы не про О1 говорим вообще, потому что О1 это, это сильный, прям, сложный шаг, вот, ну, и дорогой. У нас мало кто вообще из России, кто получил, мне кажется, О1. Я слушаю много людей же. Относительно того количества, которые ездят в Германию через польских местников? Нет, естественно, как бы это просто требует больше напряга. Что, ты когда в Штаты? Когда откроют? Слушай, у меня же все готово. У меня, у меня все оплачено, все документы собраны, все по папкам разложено. Я, по-моему, в апреле или в мае 2020-го должен был ехать на собеседование. В Москву? Да. Да-да, знаешь, что это последний прикол, что закрыли даже посольство сейчас? Ну, собственно, я поэтому никуда и не поехал, я до сих пор его не открыли, я до сих пор жду, когда что случится, узнаю, получил, не получил. А у тебя с Famous, да, какие-то там подвески? У меня спонсорство, договоренности, сотрудничество, ну, собственно, я через них и делаю. Нет, нет, я понимаю, а у тебя как-то, ты должен ехать на какой-то период или сколько хочешь? Я сейчас не помню, у нас был контракт по этому поводу. Там, в принципе, по визе, насколько я понимаю, есть определенный оговоренный период, который ты должен проводить в год внутри страны. Да, полгода. Типа нельзя на два дня заехать? Когда Шебелен кто гонял, это было четыре года заехать? Нет, не полгода. Хотя, хейдить. Полгода, полгода, шесть месяцев. Шесть месяцев он был там, ебал нам голову, и шесть месяцев он приезжал и был в России. Ну, может быть, может у них и с Famous был договор, что на полгода. А, может быть, да, кстати. У меня по этим вопросам только там один пункт, что я в пределах Нью-Йорка и, по-моему, еще какого-то штата могу работать только у них в студии. В Сохо. А, типа, в пределах Нью-Йорка и рядом, только у них, а так вообще, если едешь в Калифорнию, то где угодно вообще, чего угодно. Ну, ты же Америку, насколько я помню, не сильно тебе нравится, да? Почему? Я не знаю, сейчас у тебя, когда про А1 тебя спрашивал полгода назад, ты такой, эх, был я там, когда студентом, мне понравилось. Мне, правда, мне понравилось. Понравилось? Да. Блин, это первая страна, в которую я съездил. Мне очень понравилось. Прикольно. А чего это? Прикольно. Я там первый раз Wi-Fi увидел. А, ничего себе, еще как там? Нет, там клево было. А почему так долго не решался снова получить что-то? У меня два отказа было. Туристических? Ага. А что, а, ну не только у тебя, я так понимаю. Еще, Валя Рябова не может, ну, мы, по-моему, да, один раз в месяц подавались, у нас, нас обоих отшили, потом я один подавался. А ты знаешь, с чем связано может быть? Они не объясняют. Ну, понятно, а вообще так, если с родом деятельности? Ну, блин, если на скидку, там, нам по тридцатке, мы нигде официально не работаем, земля у нас нет, мы бомжи, и типа тут собрались куда-то ехать, ну, идите к черту. Ну, да, сидеть там на асфальте в Калифорнии. Конечно. Так я и думал. Блин, ну, вот. А ты же тоже собирался делать? А я все собираюсь, да. Въебал все деньги, правда, которые откладывал на О1. Ну, не все, но часть. Вот. Сейчас вот собираюсь с новой силами. Но есть проблемы, потому что, ну, нюансы, точнее, не проблемы. То, что, во-первых, я хочу валить прям, то есть не поехать поработать. А, ты прям все. Ну, что-то, да, хочется. Прикольно, я такого никогда, кстати, не говорил на камеру, так чисто. Уезжаешь навсегда. Слушай, не факт, что навсегда, но хочется поехать пожить где-то в другом месте. Я вот пока турил два года в Европе, я понимаю, что это гастарбайчество вот это адское, неприкольно. Как-то не кайфанул я. И я что-то Европу посмотрел, ну, прикольно, но не знаю. Как будто, типа, вот была мечта, галочку я закрыл, все, вот мне кажется, со Штатами такая. Слушай, скорее всего, в прошлый раз, когда мы это обсуждали, я тебе сказал, что я бы точно там не остался жить. А, да, возможно, из-за этого. Вот, скорее всего, так и было, потому что я бы там жить не остался, наверное. Почему? Да, ну, ребята же живут. Ты же сам говоришь, что ты в Европе бы остался жить, в Германии. Да, слушай, смотря на каких условиях, я имею в виду в плане... какая разница в каких условиях, ты немецкий в любом случае не выучишь. А чё это? Выучишь, да? А чё это? А ты же, ты это, да? Чё? Ты же лингвист? Я лингвист, да. Но, типа, я по-невецки тоже не говорю. Когда это было, я закончил универ 11 лет назад. Ого, ты старый. Я старый. А вообще, ты никакие не рассматриваешь варианты переезда? То есть, Питера в One Love? Слушай, пока у нас дед совсем с ума не сошёл, я здесь. А, я понял. Ну, а если сойдёт так, что всё, железный занавес? Ну, если железный занавес, то я попытаюсь в последний момент так как-то быстренько подкатик сделать. Блин, ну, у тебя все условия, камон. Нет, если у меня сейчас будет там рабочая виза, это О1, там, да, в принципе, в Европу есть варианты всегда свалить. Да, пешком через лес. Да, да, да. Вообще, как нервно. Да, знаешь эту историю, где чувак сделал фейковую границу и, не знаешь? И деньги там ровно гранили. Каким-то, короче, да, гастарвайтером нашим из России, чувак из Питера, сделал фейковую границу Финляндии, типа, столбы, табличку повесил, взял с них денег, перевёл их и ушёл. А их там через 10 километров встретили на настоящей границе. Бля. Короче, да, ну, я примерно так бы и сделал. Англия как тебе? Англия, ну, в плане работы офигенно, всё круто. Ценник приятный, студия хорошая, люди только говорят непонятно. Вот это вообще бесит. Я как дал, он всё время такой, чё, чё, можно ещё раз, можно ещё раз? Бобби, чё он хочет? Мне, кстати, Андрюха, когда ездил, рассказал, что условия там не такие же, как в Германии, типа, поменьше чуть. Ну, возможно, у тебя, я понял. Да, наверное, мне не стоит это говорить. У меня такие же условия, как у всех. Я понял, всё, ты уже до этого спалился, всё ясно. Короче, как ты думаешь, к чему это вообще всё ведёт, вот эти приколы? То, что у меня другие условия? не. Это вообще неприятная штука, мне кажется. Другим-то, да, тебе это вообще должно быть по кайфу. Нет. Нет? Нет. Чё ты думаешь, что ты думаешь? Да не, я хочу, чтобы всем хорошо было. Ну, я тоже хочу, чтобы у меня было. С смысла, мне-то пофигу, сколько там на остальные ребята зарабатывают, больше-меньше, какая разница. Ну, типа, я не из тех ребят, типа, ой, чё там, Харлеич, на пятёрку ценник поднял? Блин, тогда я тоже подниму. Что ты, пиздец, дискисат? Ну, блядь, я просто сейчас вспомнил несколько людей, которые вот на полном серьёзе такую херню всё время задвигают. Кто? Этот пидорас? Блядь. Ну, тогда я-то, типа, точно. Блин, да, 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 да. Я ценник поднял, потому что я два года назад приехал в Москву, они спросили, сколько у тебя, ну, ребят спросили, сколько у тебя ценник, я им сказал, актуально на тот момент, это было, типа, тысяч 12-15 рублей. Ну, мощно. Да, и они такие, чё, серьёзно, а нам говорили, у тебя 25-30, я думаю, бля, так вот, что у меня клиентов нет, все думают, у меня дорого. Это вообще, ребят, у меня тоже недорого, на самом деле, у меня много клиентов записываются, ну, долго к тебе не собирался, всё, деньги копил, типа, потому что, ну, люди думали, что у меня там какие-то прям дикие конские. А знаешь, почему? Потому что у нас есть Колбасин, у которого там был один момент 100 тысяч сеансов, был, есть, точнее, по-моему, Вова, не Вова, Суворов, как его? Вася. Вася, Вася, да, Суворов, Васю, у которого, по-моему, полтинник сейчас сеанс. ну, насколько последний раз. Шепелерка, полтинник, сеанс, что там. Слушай, ну, я не буду ни про кого конкретного говорить, но, насколько мне известно, у многих людей, у которых на словах ценник такой, на деле, они хуй без соли доедают, либо работают на постоянных скидках. Ну, нет, таких конкретных знаю, просто, меня вот после поднятия ценника, я прям, ну, какое-то время поел. Что ты поел? Ну, да, да, без соли, все как надо. Ну, я знал, что это кончится, и я начну просто работать снова. Но так приятнее намного, потому что по пятнахе работать уже столько времени, это такое. Слушай, ну, понятно, но вообще есть теория, что там ценник поднимаешь, меньше работаешь, но, в принципе, зарабатываешь столько же, соответственно, меньше напрягаешься, это тоже неплохая политика. Ну, если хочется поменьше работать. Да. Что у тебя, кстати, у меня всегда, во всех подкастах моих, я всегда трогаю эту тему выгорания. Ты сколько ты трёхишь уже? Восемь. Восемь? Семь лет, нифига, ты типа год поработал, такой сделаю, год поработал. полтора, полтора-два, что-то такое. Но нам ещё не семь, нам семь будет, поэтому. Ну, я понял. Как вообще боролся? У меня последние полтора года были супер жёсткие. Ну-ка, расскажи. Ну, не расскажу. Бля, ну, не расскажу. Слушай, ну да, мне вообще очень сильно всё надоело. И вообще всё-всё? Ну, типа просто перестаёт всё радовать. Я Инстаграм просто забросил. Чтобы ты понимал, у меня, не знаю, папка с работами лежит, готовыми. И я просто, мне в лом выкладывать, потому что меня больше не радует, что что-то кто-то там лайкает или пишет комменты, ну, просто вообще по барабану. типа, Ну, я понял, да. но сейчас, сейчас вот, сейчас весна ещё приходит, сейчас вообще у меня настроение появляется. Так, а что изменилось? Ну, в плане, как ты поборол-то эту штуку? Может, не рассказывай, что было, просто как ты вышел из... Никак, оно что-то просто прошло. Ты бухать бросил? И бухать я бросил. Сколько ты уже не пьешь? Полтора года? Ты что, гонишь, что ли? Пол года? Нет, но я бросал несколько раз пить. Ну, последний? Нет, последний. Я сейчас не пью месяца два, два с половиной, может, примерно так. Ну, пить, я имею в виду, прям ты в тотальный... жестить я перестал, да, год назад. Я понял. И всё? И стало радостно? Ну, сейчас порадостнее, на самом деле. Не знаю почему. Не ходил к докторам? Оно не то, что радостнее, оно как-то злее стало, типа, не знаю, тестостеронного у меня появилось. А, всё, понял. Такая движуха. К врачам не ходил, ничего тебе не прописывали? Да, хожу я по врачам, каждый день. Серьезно? Да. Блин, да что такое? Короче, вообще, у меня 2020 был ужасный год. Я, блядь, спина, пиздец, зрение у меня упало, мне очки надо носить. Короче, везде одни проблемы. Но сейчас нормально. Так вот, татуировщики. Не, ну я чувствую, что это тоже, у меня спина приходит уже, прилетает, я не буду больше трогать, мне просто надо было развернуть, извини, пожалуйста. Спина прилетает, но благо пока к этим докторам не надо, я радуюсь. Просто все сейчас вокруг говорят о своих вот этих депрессиях. У каждого есть по два психотерапевта, кто выписывает тонну колёс, и я, ну они становятся веселее, конечно, под ними, все краши, все круто, до момента пока не соскочить с них. И это, я не знаю, это возможно не только у татуировщиков, это, наверное, сейчас у всех, потому что мир изменился сильно. Я человек пять знаю, которые сейчас сидят на депрессантах. И все с тобой работают. Нет, не все. Сейчас будет рубрика новости. Мы с тобой будем обсуждать новости. Смотри, FKIRONS, просто нет, я к тому, что русскому комьюнити, ты видос не видел, да? Блин, оригинальный, из-за которого сыр-бор? Да. Нет, не видел. Короче, ну тебе по-юбому пересказали, я просто сейчас, я его, блин, вставлю, это можно идти? Хотя, мне его даже не пересказали, мне сказали, чувак, что ты там сделал, я так понял, что он глаза показал, или какая-то такая фигня. Короче, он взял не держак, по-моему, а жопу от машинки, вот этот FK, который откручивается мотор. Флакс? Нет, не Флакс. Это же давно было вообще, это было, типа, это ролик несколько лет назад. у Ксиона, который откручивается. Не у Ксиона даже, а которые были эти, ну короче, не суть, вот жопа мотора обычного, вот этого поворотника, который у них был, я не помню, директ какой-то, наверное, вот, и короче, он как-то выпилен, то ли криво, то ли что-то, он его показывает, типа, что-то говорит, я не расслышал, что показывает, типа, ну типа, контекст, понимаю, о чем он говорит, он это так харизматично подал, что мне показалось это даже забавным. Мне кажется, многим показалось это прикольным, но мне, кстати, кажется, что даже китайцам это показалось прикольным. У него есть комментарий, я читал, там пишут китайцы, типа, да ладно, я сам, типа, азиат, мне смешно было. Да, да, типа, китайцы, скорее всего, не выебывались, но выебывались все те, кому, блядь, обидно, короче. Вот русском комьюнити, мне кажется, никто даже не знает об этом, потому что я вот с кем разговаривал, со своих, я их прикалывал, потому что, короче, я увидел пост у девочки-татуировщицы из Нью-Йорка, по-моему, или Нью-Джерси, вот, у нее там, там, 100 тысяч подписчиков и все такое, она, типа, была в про-тиме, и она выкатывает пост, что... Я пошла? Да, типа, я, короче, все, это видео оскорбляет чувство всех чувствующих, ухожу из про-тим и никогда не хочу связывать себя с этим брендом, типа, и много кто еще в моей ленте из америкосов и не только, из европейцев, кто-то такую штуку постит. Я по именам не помню, но какие-то люди были, короче. Я думаю, ну, типа, что за Black Lives Matter и прочая херня, что ты вообще думаешь об этом? Да, ну, это... А, подожди, ты в про-тиме ФК? Нет. Нет? Нет. А, ты в Ink Mash? Нет. Вообще нигде, что ли? У меня нигде нет. Ну, типа, мы с ними разговариваем, мы просто ни с одной из компаний, которая мне нравится, мы по условиям не можем сойтись. Да, ты же это... Ладно. Я помню твое высказывание по поводу про тимов. Давай, давай. Ну, не высказывание, я помню посыл, либо, мне кажется, что... Меня почему-то очень многие люди за это предъявляют и, как оказывается, они вообще не слышали совершенно не то, что я сказал. Ну... Короче, посыл в том, что краску мы и сами себе можем позволить, а мы типа их... Ну, короче, все на условиях, только... короче, то, что сейчас... То, что стандартный пакет спонсорства входит, это нищие банки. Нищие банки нужны, да, да, типа условия для... Я согласен с этим, но... Не-не, я опять же, я про себя говорил, если вы... Если человек начинающий, ты татуиров, типа, ему краски бесплатные, это, блин, просто манна небесная, правильно? Да. Они сейчас стоят, ну, прилично. Вообще жесть. Тысячу рублей за ум, что это. что я свою первую, я купил бэушные у Джангирова. Краски. Ну, он такой, типа, я покупаю себе новый сет, вот, Саня, набери, там, я такой, ну, ладно. И я там по одной, не знаю, в неделю себе докупал новых, типа, чтобы собрать. Ну, долго было, конечно, геморройно. В таком ключе, да, конечно, было бы приятно. Слушай, а откуда вообще это все? Потому что ты где-то высказал на открытом каком-то... Это интервью было с Колесниковым. А, ну, знаешь, почему я не помню? Потому что Колесников почему-то придумал, что на Ютубе нужно быть без микрофона. Ну, у нас там еще плюс-минус звук нормальный был, вот грима, я очень хотел, но минут пять посмотрел не знаю. Я очень тяжело, мне далось Колесникову вообще канал смотреть. Он еще самый прикол, он, если ты пишешь ему в комментариях, блин, да купи петлички, он банит за это. Банил, точнее. Ну, да, да. Очень странно. Ну, не знаю, да, у него странная позиция была. Я, кстати, он, блин, сейчас отойду от тему, не суть. Тебе не кажется, что люди как будто пропадают куда-то? Ну, вот был чувак. Перезвони. Ну, что? Куда пропадают спусы? Ну, вообще, вот был Колесников, вот я его видел много где, а сейчас, как будто, вот как он уехал на Гуа там несколько лет назад, он как будто там и остался. то есть, как... Слушай, ну, я так понял, что он просветленный дофига, типа, потому что у него другие интересы. Ну, я просто его не вижу вообще нигде, то есть, ну, на фестах, ладно, понятное дело, их нет. Ну, вот, заметь, он, кстати, пропадать-то начал как раз, когда начал заниматься Ютьюбом. Вот он начал заниматься Ютьюбом, переехал там в соседнюю студию, и вот начал как-то так пропадать. Я вообще там в Питере, не знаешь? Вообще без понятия. Все, вот, я говорю, где этот человек? Недавно я тоже о ком-то думал, ну, какие-нибудь, он даже из моей памяти пропал, что я тоже что-то видел-видел, оп, и нету. А еще, когда отписываешься от человека, кажется, что он умер. Так, сейчас Инстаграм еще такой, он же тебе, ты забыл про человека, он тебе вообще... Он вообще не напоминает, да, это отстой полный. Я буквально на днях на кого-то, на очень крутого татуировщика натыкался в Инстаграме, причем как-то случайно, через комик какой-то, я такой, блин, я же на тебя подписан, вообще-то, тысячу лет не видел работы. А, DBK я нашел. А, я понял, да. Я такой, а, у тебя, не суть. Нахожу DBK, я такой, блин, вообще тысячу лет его не видел, куда ты пропал? Гребаный Инстаграм. А мне, кстати, вот DBK как раз очень часто всплывает, он еще старые работы еще постит. Да, я зашел, смотрю, думаю, что-то ничего не изменилось. да, старые посты, такой, о, слушай, я, насколько понимаю, у них просто условия карантина в Австралии супер жесткие, их там чуть ли не расстреливают, типа, ну, преувеличивай, конечно. Знаешь, блин, о чем мы сейчас обсуждали с тобой? Что Аммонита пропал, где Аммонита? Аммонита, да, хрен с ним как бы. По поводу вот этого, то, что, короче, когда дают краску, это ништяк, если ты начинающий. Начинающий, да. Слушай, ну, не знаю, мне вот сейчас дали краску, дали еще какие-то плюхи безденежные. Понятно, это все равно приятный бонус, я понимаю. Да, но я понимаю, что если пересчитать количество постов, которые я делаю с пометкой, что я использую, сколько я фидбэка даю, это, типа, ну, очень, короче, эта краска, она окупается там в несколько, в несколько раз, на этом, собственно, я же не спорю. Вот Влад Блада сейчас такая тема. Я-то вот Влад, 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 сейчас нормальные темы какие-то продвигают, у него там крутится-вертится, это интересно, я как раз за то, чтобы спонсорство, не было спонсорством, а, блин, сотрудничество, вот это офигенно, то есть, тот же Famous, все мероприятия 1RS, начиная с неконвенции, самые первые, они спонсируют. Они, ну, генеральный спонсор, да, блин, Лу сам приезжает, знаешь, просто на три дня. Лу такой чувак, который вообще везде приезжает. Я поэтому, мы с ними быстро и договорились, потому что... А он прям директор же, да? Да. Всех директоров, я понял. Владелец. Потому что мы до того, как, вот, собственно, согласились сотрудничать, мы с ним, не знаю, года три на каждой конвенции встречаемся. Он такой, ну, что, давай там к нам. Я такой, ну, хер знает. Ну, короче, там цену набивал. И мы, ну, на каждой конвенции я его реально встречаю. Я там владельца какого-нибудь там Eternal вообще ни разу в жизни не видел. Ну, у них, насколько я знаю, спонсорские условия полные, говнище. То есть, ну, это прям очень плохие условия. А я с ними общался лет пять-шесть назад. Они же даже бокса не дают нигде вообще. То есть, настолько жадно. Там все очень... Я вот, скорее всего, это и было перед тем интервью с Колесниковым. Я как раз общался с Eternal, и такой, ну, песня. Ну, Алена же была шутка. Да, я знаю. Это вообще... Она мне когда сказала условия, подумала, блин. А меня Юра тоже писал, что типа вот Eternal есть. Угу. А я уже знал про условия, такой, наверное, нет. Не-не-не-не. Там же, там же еще все решается через посредника. Через какого? А, да, да, да. Ой, я же знаю, по-моему, эту историю. А, нет, это с Intenso была херня. А он, и Intenso через него решалась в то время Eternal. Сейчас я не знаю, как там. Я же как раз с Муриком это обсуждал. Там как раз этот посредник, он сильно палки в колес оставляет, типа, на все движухи, короче. Странный чувак. Нет, нет, вообще никакие твои идеи никому нахер там не нужны, как бы. Никто тебя слушать не будет, что тебе нравится, не нравится, хочется, не хочется. Выйдет сет, Ахарин, реалистик. Да, он у меня стоит уже год. Ну, там все очень, это очень затяжной процесс, если ты хочешь делать нормально. Вот по сетам, кстати. Блин, я не хочу опять плохо проливегировать, я сейчас опять говно накидаю. Да, долго очень делается, потому что мы несколько раз туда-сюда его присылали, то есть я намешал, отправил в Штаты, они там, значит, пытаются это воспроизвести, смешивают, посылают обратно, причем посылают они обычно, когда кто-то из сапплайеров делает заказ, чтобы это совпадало, типа, они присылают, я смотрю, вообще не то пальто, говорю, там переделайте, это все, знаешь, там типа, я им отвечаю через неделю, они мне через неделю отвечают, потому что они тоже не очень быстро. А краска, типа, туда-сюда ходит, тебе какие-то образцы присылают, которые они мешали. Я их, соответственно, там... И это, короче, время получается. Да, ты же еще должен, как бы, так или иначе их попробовать, потом посмотреть, как они себя ведут, там и так далее, то есть это очень затяжной процесс. Потом, вот сейчас только-только закончили стадию дизайна коробки, это тоже очень долго мы делали все. Сейчас жду последние, последние сэмплы, чтобы попробовать, если все нормально, там по консистенции мне и два цвета не устраивало, если все нормально, то будем запускать. Когда это запустится, тоже хрен знает, потому что Джангиров одновременно со мной сейчас тоже закончил, у него типа все готово, уже типа производите, но он уже ждет, не знаю, сколько, недели три или месяц, что ли, вообще ответа никакого пока. У вас процент, да, будет от продаж, получается? Может быть. Я понял, да. Это, а вот, что? А, короче, у вас дурацкие сеты, я так понимаю, ну, как у всех реалистов, типа 10 сетов? вот, вот, нет. А ты про это про сеты? Блин, что у меня, что у Джангиров? Нет, не про это. Я как раз про отношения, но это связано. У нас с Джангировым, кстати, охуительные сеты. Ох, да ты что? Ты когда-нибудь покупал сеты красок, вообще, в принципе? Смотри, я эту тему и с Димой общался на втором видосе, что меня бесят сеты красок, которые, типа, ты покупаешь, это сет от какого-то крутого чувака, смотришь, а там что с этим делать? Желтый, коричневый. Что с этим делать? То есть, нету раскладки никакой. В том-то и дело, как бы, поэтому все сеты... А кто виноват? Больше татуировщики? Татуировщики. Я тебе скажу, как большинство сетов создаётся. Это типа, чувак, там, Дима, хочешь сет? Ты такой, да, хочу. Там, вытернули, говорили, типа, слушай, ну выбери из нашей основной палитры, которая тебе нравится. Они просто её сделали. Мы их запакуем в целлофановый пакет и кинем туда, наверное, визитку с твоим именем, может быть. Ну вот, и... Ну идите в жопу. Большинство людей, типа, говорят, ну, кто-то намешивает, отправляет, и такой, типа, да, и так сойдёт. То есть, они не переделывают. Не знаю, а я знаю, что Панча тоже очень долго сеты переделал. Ой, Панч крутый. Ну что, он дотошный чувак, типа, это правильно. А есть люди, которые один раз смешали, отправили, там, дизайн, сделайте сами. Ну, да пофигу вообще, выпускайте. Большинство сетов, они именно такие, как будто вот просто человек рандомно накидал туда краски, из которой непонятно, что делать. Я понял о ком-то. Да, это каждый, почти каждый первый, там, за редкими исключениями, они почти все. Так ещё, было когда, то есть, мне кажется, к этому приходит, то есть, например, Олеговский сет, если брать, он там вообще весь вот такой, типа, раскиданный, но я из него взял только два цвета, это медиум скин и дарк скин, которые один в другую, а ещё Монализа там, или что-то типа, свист скин, что-то типа того, которые вот три цвета, которые тебе дают кожный оттенок, розоватый, он тянется, классно. Нет смысла покупать основные, другие цвета из этого сета, потому что непонятно, как их пользоваться. Вот у меня такая сейчас идея. Это я, короче, какой-то херней занимаюсь, на самом деле, но, короче, у меня не 240, 260, сколько там тысяч подписчиков в Инстаграме. Короче, я не настолько нужен своему протиму, в котором есть, и не хочу просто постить их, короче, вот есть протим, и там все артисты, кроме там, какого-нибудь Португала, который, ну, реально является там, лицом этого бренда, они просто сидят, получают краску, фоткаются один раз с ней, типа, вот, краска пришла, сфоткались, и потом они просто отмечают в своих работах и их тупо репостят. Мне такое не очень нравится, и сейчас там, вот, где, в Радиенте, где мы находимся, я так понял, там сменился какой-то руководитель по Протиму, девочка молодая стала, и она с аудиторией, ну, не с аудиторией, с Протимовцами взаимодействует, типа, очень, ну, короче, это хорошо, да, да, и мы сейчас подумали сделать такую штуку, у Радиента мало цветов относительно других фирм, потому что они еще не столько на рынке, не знаю, или просто еще не намешали столько цветов, ну, короче, типа, если в Фэймосе там 300, наверное, уже больше, или 400, да, то в Радиенте, вон, у меня вся палитра, не тут, там, вся палитра там 130 цветов, но это вообще ни о чем, причем там желтые вообще, они там ничем не отличаются, грубо говоря. Слушай, на самом деле, я как-то задавался этим вопросом, он прикидывал примерно, что вообще, максимально возможные цвета вот нужные, необходимые в работе, если грамотно организовать основную палитру, ну, ты больше 180 цветов не сделаешь, и больше делать не надо, проблема у красок в том, что у них там по 300-400 цветов, но из них половина одинаковая нахрен. Да, 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 это понятно, что если отрезать и сделать по цветам, оттенкам, вот эти все переходы, короче, у меня сейчас... Прям разложил по цветовому кругу только там. Да, да, но есть все-таки, Фэймоса, я покупал сеты, ты меня спрашивал, покупал сет Винтер, вот мне нравится, который сделали, это... Чей? Не чей. Я не знаю, кстати, он чей-то. Гурский, Гурский, скорее всего. Винтер сет, синий-зеленый такой. По-моему, Гурский. Аналогов нет, вот сейчас у краски появился, аналог один в один, короче. Прикольный цвет, я очень долго работал, клево красится, все круто, панча серый я покупал. Но его все юзают, да? ну, я уже не юзаю, он холодный, а я начал нейтральными серами работать, мне так больше нравится, короче. Но это мои там вкусовые подключения, я перестал платить за краску, это просто великолепие какое-то. И это удобно, когда делают цвет, ой, сет, точнее, по градиентам. Офигенно вообще. Вот у меня сейчас, мы делаем видос, как я делаю татуировки, короче, и у меня есть, так как сетов немного в Radiant, я типа делаю им раскладку, именно градиентов, то есть вот есть у меня зеленая змея, я не делаю там рефлекс или еще, ну, короче, у меня нет, вот как в реализме, я не знаю, как у вас там все называется, там академик, академической школы, я никого не кончал. Хуйня с левым это называем. Да, вот, теплая тень, холодный свет, вот это все, и там наоборот. Какие страшные вещи говорили. Да, вот, и, что? И, короче, просто делаю вот, там, кусок такой-то, и вот четыре цвета зеленых, короче, от темного к светлому, как они называются, потому что они не в сете. То есть я, грубо говоря, из палитры, которая есть, основная, набрал себе вот так вот кусками, что во что тянется, где теплый, где холодный, вот это все-все-все, и, короче, делаю вот такие штуки, чтобы показать, чем работаю, потому что мне пишут ребята, типа, вот, какую краску взять, чтобы там сделать градиенты, типа, у меня будет ответ на вопрос, зачем я это делаю, хуй его знает. Показать лояльность, возможно, какую-то бренду, потому что, я тебе говорю, я ничем не выделяюсь от других татуировщиков, с которыми нахожусь в Протиме. Ну, у тебя же YouTube-канал полторы тысячи подписчиков, чувак. Подпишитесь на канал, хочу больше, кстати, всегда забываю сказать. Смотрят, кстати, ну, немало, типа, относительно. Да смотрят, да, блин, я все смотрю, честно говоря, вообще все, что связано с татуировкой, я все смотрю. А зачем? Или слушаю. Интересно, что там происходит вокруг. У тебя Джангиров есть в студии, ты так все знаешь. Не-не-не, если нужно прям мокренькое что-то, то к Джангирову, а если плюс-минус нормальную информацию какую-то получать и смотреть, что люди делают. Блин, ты его продаешь прям, вот сколько мы с тобой сидим, прям надо звать его, все, все расскажет. А, ты что, он им процент платит? Я понял. А он пьет алкоголь? Да. О, это мы с ним еще и напиться можем, так вообще там будет мокро. Все, я понял. Зачем ты смоешь YouTube? Чтобы знать, что... А что у нас на YouTube? Кстати, ниша вообще очень свободная, сильно свободная. Подкаст делаю я, еще там пару человек, и, ну, такой контент, типа сидишь, включил на фоне, слушаешь. Дима делает какие-то обучающие видео. Я видел, Баски, я не понимаю, что делать, честно, честно вообще не понимаю. Лена супер. Нет, никакой претензии к Лене, никакого негатива вообще. Я просто понимаю, что она делает. Я просто недавно наткнулся на видос, где она ходит по оранжерее, или не оранжерее, как это, зоопарку. Про животных. Про животных, и просто вот картинка, а вот этот лангуст. Не, ну, слушай, я такой, типа, блин, ну, я понимаю, для кого она это делает. Это не для тазировщиков, это для клиентов. Это круто, кстати, вот. Блин, она типа супер, она супер грамотно продает экспертность. У нее там выпуск татуировки на шрамах, и она просто весь выпуск, там, врача еще кого-нибудь позовет, знаешь, и она весь выпуск заливает о том, насколько это сложно. То есть, ты логично в конце выпуска делаешь вывод, что, типа, если я пойду делать татуировку, то я пойду делать ее к ней, потому что она, пиздец, шарит. Татуировщикам это не интересно, татуировщикам это не нужно. Ну да. Это для клиентов, это очень хороший контент, очень грамотный контент. Это не контент из серии, типа, татуировки зэков, как правильно войти в хату, типа, смотрите у нас на канале. А такая херня собирают миллионы. Есть татуировщики московские, есть татуировщики питерские, есть татуировщики все остальные. Вот я, короче, про всех остальных знаю больше, чем про московских. То есть, вот есть Лена Баски, я такой, чего, я когда зашел, такой, сто тысяч в инсте, и я тебя не слышал никогда, офигеть вообще. Но это круто, значит, то, что я не целевая аудитория ее, то есть, она в другое место стреляет. Странно, если бы я слышал. Хотя не странно, бля, что я несу, короче, не суть. Вот, и много татуировок. Я вот сейчас, мы как-то, я не помню, с кем общались, мне показалось, что неизвестных, хотя, может, и известных, татуировщиков, типа, в Питере, как будто бы больше сидят, чем в Москве. Ну, потому что ты в Питере, нет? Бля, я тупой, походу, так и есть. Ну, нет, я... В Москве дофига же крутых ребят. Хотя, знаешь, бывают такие случаи, что я думаю, что человек из Москвы, а на самом деле он в Питере на соседней улице живет и работает, типа, он просто пересекается. Я долгое время думал, что колбаси на Москве. Я долгое время думал, что Греча из Москвы. Серьезно? Да. А мы с ним вообще чуть ли не в соседних домах. Живете? Да. Ну, уже нет. Он переехал? Да. В лес? Рядом, рядом. Я подписан, Греча, респект, я слежу за всеми строительством, которое ты производишь, все, которые машины ты покупаешь, я в курсе вообще. Вот. Мы с ним вообще никогда не общались, я думал, он не будет смотреть видео, но я... Лох. Подкасты, это такая штука, что когда разговор уходит вне туда, нахер, это круто. Мне нравится, что появились люди в комментах, которые пишут, типа, как разговор на кухне за столом, а не как интервью. Да, да. Наверное, потому что это называется подкаст, нет? Ну, так и должно быть. Мне вначале бесило, что писали, бля, этот интервьюер не умеет брать интервью. Я, во-первых, я закончил 11 классов и все. Молодец большой. Смотри, я закончил 11 классов, пошел в универ, у меня не получилось быть программистом вообще. А. Я поступил в Волгоградский государственный университет, у меня там до сих пор диплом лежит в архиве, я не забирал ничего. И военник лежит в военкомате, я тоже его не забирал. Я такой... В смысле, откуда у тебя там диплом, если у тебя не получилось? Не диплом, аттестат школьный до сих пор там лежит, в смысле, да. Ну, это понятно. Вот, не получилось, меня отчислили и вот я занимаюсь татуировкой. Короткий путь, от школы до татуировщика очень такой. Слушай, ты меньше времени потерял, типа, относительно друзей, которые закончили. Меньше времени потерял, я думаю, Горбунов, Дима. Сколько ему? И пофигу, сколько ему лет. Он, короче, начал через год уже выдавать суперреализм, который такой, ну, класс. Не, ну, молодец. Да, вот это круто. А я 5 лет думал, что надо, делать все стили и быть крутым у себя там в Волгограде. Вот. Слушай, до сих пор такие люди есть. да, да, да. Блин, слыхал за эту тату-академию. Знаешь, что такое тату-академия? Тату-академия это Речной и Олег Шепеленко? Нет? Нет, нет, Московская тату-академия. Нет. Чувак. Давай, расскажи мне. Тату-академия? Я недавно на них нарвался. Никогда тоже не слышал. А там, оказывается, работают мастера мирового уровня от 10 лет опыта. Я на фотографиях у них, правда, лет по 20 или 16, я не знаю. Но у них же там, они уже там с 2008 года у них сеть крупнейших студий и все дела вот эти. К чему я это вел? К чему? Ну-ка. Все, забыл, шутка потеряна. Перемотайте, поймите сами. Вот, кстати, это круто, что ты начал с этого, потому что сам подвел меня к теме. Сейчас я не нажимаю ни на какие курсы, но на меня много... Во-первых, товарищи СММщики, таргетологи, блядь, сейчас вам вообще башку взорву. Если вы таргетируетесь, укажите в исключениях, когда в Фейсбуке настраиваете рекламу, в исключениях работа тату-артист. У меня стоит, короче, тату-артист в сфере деятельности, и если этот пунктик исключить из настройки рекламы в Инстаграме, то на меня перестанут таргетироваться татуировщики и тату-школы. Сейчас я, короче, скрины сейчас делаю, чтобы понять за месяц, сколько, короче, на меня... Там каждая вот эта четвертая сториса это реклама, и вот я захожу в день... У меня нет. Или каждая пятая сториса это реклама. Ну. Ты сторисы не смотришь. Может быть. Вот. Может, я дальше трёх не заходил. Возможно, да. Короче, каждая пятая сториса это реклама, и вот в день, может, в два дня, раз точно на меня натыкается чувак, который продаёт либо курсы татуировки, либо татуировщик, который хочет сделать мне татуировку. Вот. Это я к чему? 2021 год. Почему вообще все стали учить всех чему-то? Я понимаю, почему, в плане, я это не дебил, это... Ну, это бабки какие-нибудь. Деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Это сейчас ноготочки, татуировка, барбершопы, это сейчас всё примерно, мне кажется. Да. Порог входа там уже один, я так понимаю, потому что курсы там 30 тысяч, мы тебя научим. Я сейчас навскидку могу... Ну, My Way мы не трогаем, ладно, они там тысячу лет существуют. Так, они же закрылись. Мне кажется, тату-академия это теперь они... Да, 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 скорее всего. У меня, короче, вопрос есть, прям такой сейчас. Я не занимаюсь обучением. Я знаю, но ты имеешь отношение к 1РС, а 1РС занимается просвещением. Но это мы... Подожди, подожди, мы к 1РС сейчас вернёмся. Смотри, я знаю, ну, например, есть речной с Шепеленко, который зачем-то, блядь, свою тату, какую-то академию основали и что-то там, не знаю, делают, не делают, не суть. Сейчас, 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 на скидку так ещё, кто там ещё всем занимается, блядь. Блядь, из известных сейчас так не... кто занимается обучением. Ну, и все остальные, короче, скажем так. Ну, Набока он запустил. Набока, он, да, интернет-курсы какие-то эти продаёт. я листал сайт, ну, да, там всё то же самое, типа, переведи трансфер. Слушай, я был подписан короткое время на Patreon, ну, чтобы посмотреть, в принципе, как это выглядит, что там происходит, отписался. Ну, ты не целевая аудитория, это логично. Я понимаю, я понимаю. Но мне просто интересно было, в принципе, как это может работать и выглядеть тот Patreon-татуировщик. Вот. Ну, я прислал программку описания сайта, который сейчас у него выкатил он с обучением. Ну, это же, ну, тоже курсы для начинающих. Там, конечно, подписано, что подходит чуть ли не, не знаю, для любого чувака с 20-летним стажем, там, типа, ну, вряд ли. Ну, стаж не влияет на... Ну, можно и чувака, который 20 лет бьёт, научить всему нормально. Потому что есть те типы, которые до сих пор там... Нет, это понятно. Все, всех учат. Я вот, бля, я устал, честно. Ну, в плане, у меня очень много рекламы с обучениями. И я в ахуе вообще в полном. Греча делает свои интенсивы. Это я понимаю. Интенсив, это прикольно. Прикольно, полезная штука. Полезная штука. Набрал там группу из там двух-четырёх человек, показал им, как делать татуировки прям вот по факту. То есть, окей, это я могу понять. Как ты, кстати, считаешь, вот у меня есть такой тезис. Короче, вот хуёвые татуировщики, ну, именно, ну, не хуёвые, средние татуировщики, которые занимаются обучением. Это же как, ну, он же понимает, как примейт или там картридж вставить, знает основы стерилизации. Короче, я к тому, что нас в университетах не академики наук пиздец, какие учат, ну, чаще всего. Или учат, да? Ну, в школе нас не учат академики наук, ладно? То есть, базовые вещи, ладно, давай универ не будем трогать. Школа, в школе нас учат просто чуваки, которые закончили школу, пошли в ПЭД, отучились, и теперь они со своими приколами учат детей, там, ну, основам, базе, короче, типа, считать, писать и всё такое. Вот сейчас получается не то же самое, что, например, средний чувак, который примерно понял, как вести полоску, начинает других людей учить вести полоску, если он компетентен более-менее. Это нормально? Это нормально. Фитнес-тренер, который толстый. Ну, типа, это нормально, это логично, это читаемо, типа, к этому в любом случае мы бы пришли. Ну, я не говорю, что мне это нравится, типа, и всё это хорошо, но это абсолютно органично, это нормально для развивающейся вот какой-то сферы. Просто, ну, меня сильно бомбило, может быть, там, года четыре назад или пять, я там что-то даже писал по этому поводу. Да, да, да. То есть, тогда это ещё, ну, плюс-минус накатывала эта волна. Сейчас она уже такое, ну, сейчас против этого выступать, это, не знаю, всё равно, что выйти на пляж и орать на волну, типа, сука, куда ты там прёшь, ну, нахрен она тебя задавит. Тогда, объясни, я понял, ты перестал загоняться, ну, не загоняться, а перестал, короче, бомбить на это, потому что, ну, ты смирился, короче. Нет, мне кажется, что просто дальше пойдёт, курс, ну, то есть, ну, мы же не скажем, что на Бока там тупой татуровщик хуёвый, который не умеет вести полоски или так далее, правильно? То есть, ну, соответственно, он чему-то может научить. Я к этому, смотри, веду, что вот есть, например, курс на Боке, он профессионал, в моём понимании, он там кучу обучающего контента делал до этого, сделал вот такой сформированный курс для начинающих, условно, и смотришь на его работы и такой, ну, понял, типа, всё, клик, купил, всё, окей. Должны ли только такие люди, супер разбирающиеся, супер эксперты, заниматься обучением или всё-таки можно, как и в школе, как и припухшие фитнес-тренера в спортзалах, которые знают, как качать пресс, но его не качают, но могут научить этому, ну, условно? Я не понял вопрос. Блядь, сейчас могут ли они? Да, могут. Я тоже бомбил, когда, например, Олег сделал, бля, как будто вот весь хейт Олега, короче, в этом подкасте. Когда он сделал вот эти курсы, три года назад или четыре, когда он запускал вот эти там свои курсы, где он обучал людей, я на это смотрел так, бля, зачем? Там просто я смотрел на, кто приходит, ну, как мамочки в декрете, короче, он обучал таких людей, ничего против мамочек декрете не умею, зарабатывайте свои миллионы, не выходя из дома, без проблем. Короче, когда, я тоже бомбил, потом я, как и ты, видимо, смирился с этим, ну, то есть есть и есть. Не, я не смирился, ну, я нет, нет, понимаешь, у меня настроение, ну, это, найдет на меня, так я что-нибудь пиздано где-нибудь. А к чему это все приведет в итоге? Ты понимаешь? Я вот нет. Как это, во-первых, сказывается? Ну, на тебе, наверное, никак не сказывается, у тебя своя аудитория. Это на всех сказывается, чувак. Ну, объясни. Ты понимаешь, даже есть такая херня. У нас куча, получается, таких очень хуево образованных татуировщиков. Каждый из них сейчас вот закончил, научился у того, кто научился, получается, знаешь, да? Как определить, что тату курсы хреновые? Это если в течение следующего года твой ученик начал преподавать. Потому что он, видимо, решил, что эта херня настолько простая, что я и сам так могу. Забываешь спрашивать. Ты вот это сказал, а я такой, в чем вопрос-то? И ты такой, да вот в чем. И я такой, а! А, да вот в чем. А! Ну вот, собственно, и примерно я так ситуацию не вижу. Короче, если вы поняли, о чем мы, разберитесь там в комментариях. Надо идти перекурить. Тема обучения, вообще меня, и твое отношение к этому, меня интересует. в таком ключе. Вот сейчас их дохера. Вот, когда мы начинали там, ты 7 лет, 8 лет назад, я тоже что-то плюс-минус так же, как я сейчас вспомнил. Меня никто не обучал. Я пришел к чувакам, они такие, ой, иди нахуй. Ну, все правильно. Вот, я такой, ну, ладно, пошел. Купил хуйни всякие вообще, стейбл, зубную пасту личного купил, и его машинку хрусткостей, какой-то там ротор-поворотник, и балдел 2 года, короче, и думал, вот это татуировки вообще, прям ух. А потом мне дали, типа, индюшку там, что-то, динамика отлили, я такой, вау, можно было так, типа, колоть не вот этой херней. И вот эти курсы, они же сокращают эти 2 года, которые происходят. Но их стало настолько дохуя, что я не понимаю, к чему это ведет. В позитивном ключе для людей, которые реально хотят связать свою жизнь с татуировкой, это плюс, естественно. Ты там научился упаковывать пакет в пакет, все такое. Сейчас, тем более, можно, в принципе, на ютубе все это выучить, если так подумать. Тут видишь, говна-то все равно хватает. Там иногда такое советуют, что... Да, да. Ну, в целом, минусов больше, чем плюсов получается. Для кого? Для индустрии. Для российской. Мы же вообще вот такие пиздец. То есть, если мы возьмем Америку, допустим, Америку, у них индустрия, хоть и разве так... Относительно нашей, понятно, но относительно всего остального, это все равно точно так же. Ну да, да. Производитель бумажных стаканчиков, это гораздо более крутой и серьезный бизнес, чем эти ваши татуировки. Это я понимаю. Мы по сравнению там с бьюти-индустрией, там бровями, вообще очень... Блин, ты посмотри, что у перманщиков творится. Кстати, вот я не следил, но я ваху от того, что они теперь пиздецки утонченные и просят 1RL 022 заточки. Я такой, что, блядь? Типа, что? О, кстати, 1RL, знаешь, как название появилось. Мы с Зонгиром работали, у нас еще в магазин был Just Tattoo Shop с Никитосом, короче, он тоже у нас базировался и приходила реально какая-то подруга-перманентщица, и ко мне надо, типа, 1RS. Мы такие, не-не-не, подруга, что-то такого не может быть. Она такая, а вы, короче, нифига не шарите, типа, мне подруга этим занимается уже много лет, типа, мне надо 1RS. Ну да, в природе такого нет. Я, кстати, не думал, что это прям история у названия 1RS есть, потому что, ну, я думал, типа, просто прикол. Да, просто вспомнил и прикол, иглы. Блин, давай тогда, ладно, хер с ним, раз бубнишь, что-то там, ничего не понятно. Ну ладно, я вопрос так задаю. Короче, 1RS, что это такое? Там, бля, вопрос так звучал тупо, конечно, но я тебя сейчас перефразирую. Твоя идея изначально? Да. Ну, прям полностью? Ну, вы там с Мишей, возможно, сидели, что-то придумали? Смотри, как прям полностью. 1RS появился с проекта не конвенция. Я думал, не конвенция и 1RS это, типа, словосочетание условно. Ну, в плане... Ну, не конвенция это формат. Формат заключается, да, если я правильно понял, формат заключается в том, что вы не колете, никто из татуировщиков не работает, а только общаются, делятся инфой, есть какие-то спикеры, которые что-то там рассказывают. Ну, неправильно? Ну, нет, все правильно. Просто на конвенциях как раз нет того общения, типа, потому что все работают три дня, типа, заебались, разбежались, там, поделились на кучки, неотрад пошел с неотрадом, студия со студией, разбежались, поели, никого общения не происходит. Собственно, мы, как противопоставление формату обычных конвенций, делаем мероприятия для общения. Но вы же их сильно, ну, ладно, именно не конвенцию в плане вот этого выезда город, это, ну, это объединяющая штука, но спикеров, когда вы назначаете, это дикое разграничение идет, то есть, там, была бы летрингу, каллиграфии, блядь, подожди, ты сейчас говоришь, мы сейчас, давай, давай определимся, есть форматная конвенция, это мы все вместе выехали за город, там выступают спикеры на общие темы, там нет вот прям четкого, типа, вот это для летринга, там нет такого, там плюс-минус общие темы, которые всех касаются, есть отдельный формат мероприятий, который мы называли митап, это одна тема, она может быть довольно такая точечная, да, узкая, другое, есть интенсив, когда вот Амир к нам приезжал два дня, мы фигачили, он первый день читает теорию, сам рисует, все рассказывает, на следующий день ребята рисуют, ну, на планшетах, а он ходит, типа, смотрит, вот, собственно, форматы разные. Все, я понял, мы, это мы выяснили, идея, как вообще, во-первых, ну, с чего ты такой, ебать, буду, ну, не обучать, буду делать штуку, вот такую, для, ну, это не обучение, это получается общение, просвещение там какое-то, в чем, как это вообще? Ну, супер логично, чувак, я не знаю, почему никто до меня этого не сделал раньше, хотя я предлагал, еще за три года до этого, еще с Юрой общались, я предлагал этот формат делать. Тебя вообще радует на конвенции посещать, вот на отечественной, по крайней мере? Сейчас я тебе отвечу, блин, прям, нужен односложный ответ, типа, да, нет. Ну, что тебе нравится, что не нравится, может быть так. Я, видишь, принимал участие, сколько вот этой конвенции, наверное, конвенции 30 уже там объездил, поработал, не меньше, 100%. Если посмотреть на бейджи, которые у меня, я просто собираю. Я знаю, я тоже собираю. Я не знаю, сколько, у меня их там штук 100, наверное, вот, тебе они приелись, я, русские конвенции, согласен, мне не особо заходят, потому что на них не хуй делать, если ты не работаешь. Собираю. А если ты работаешь, то это какие-то, чаще всего, ублюдские условия, ну, в плане, некомфортные для многих. Сейчас все стали очень такими, типа, ой, мне тут охуенно, короче, я тут себя лучше в студии поколю. И да, и ты, получается, не поесть, ничего, ходишь, как, блядь, долбоеб, что-то, поздоровался, все, и вечером пиво, возможно, попили, если силы есть. Да, формат такой, короче. Короче, я просто для себя определил, что, ну, на русских конвенциях мне особо не интересно работать уже, потому что это геморройно, и выставляться, тем более, где-нибудь в Питере, да или в Москве, неважно, я даже выставляться не могу, потому что потом говном тебя обольют, потому что ты со всеми знаком, и мне, я уже года три или четыре не выставляюсь, потому что не хочу потом разборок этих. Соответственно, я прихожу на конвенцию, мне там интересно встретить людей, которых я давно не видел. То есть, я пришел пообщаться, с этим повеселился, с тем повеселился, но сам формат конвенции, он не особо к этому располагает. Ну, типа, это не круто. И многие из моих друзей, они тоже приезжают в основном потусить. Вот, из последних конвенций, большинство людей туда поехало, только потому, что после конвенции будет автопати за городом, и там можно реально с друзьями оттянуться. Все. Сама по себе конвенция, и этот контест, ну, мало кого уже интересует. Ну, да, типа, это мероприятие, где все просто, кто не виделся, встречаются, а потом еду тусоваться. А, по поводу, ты сейчас сказал, выставляться. Вот, можешь объяснить смысл вообще? Ну, тебе конкретно. Ты там уже высокого уровня чувак, у тебя там работа суперкрутая, все понятно, что, да, во-первых, сто процентов, когда ты выставляешься там, где сидят твои кореша, тебе упадет бонус, сто процентов, потому что ты меня сам ставил судить, и, ну, блин, меня больше никуда судить не позовут, ну, ладно. Ну, короче, я вижу там работу пиздатую в реализме, и вижу пиздатую работу там вот, типа, в Ньюскуле, маленькую тоже миниатюру, и я так как работаю в этом жанре, и знаю конкретно этот человек, который сделал, естественно, я ему накину, короче, ну, это человеческий фактор. Я тебя больше не позову. Ну, блядь, вот. Ну, слушай, это на самом деле не часто так бывает. Да, часто. Ну, с теми, с кем я сидел, часто. Ну, вот вы такие, значит, контурасты, видишь, я вас плохо знаю. Да, не, ну, типа, не то, что специально, то есть там работа крутая, и, ну, я не шарю в реализме, я, ну, да, возможно, из-за того, что контур делаю, типа, мне ближе эта работа. Короче, вообще оценка же не объективная, нихуя. Нет, нет, мы не говорим про объективность, можно максимально приблизиться к объективности, хоть какой-то, но до конца объективной это никогда не будет, это понятно. Ну, это же лотерея, это много от настроения, строения социального жюри. Ну, ладно, три года назад, там, четыре ты выставлялся, когда, не знаю, зачем ты тогда еще выставлялся, но не суть. Тогда, когда еще, может, говном тебе не закидывали, а сейчас, ну, ты пришел на фест, ну, смысл, во-первых, я не выставляю. Ты не выставляешь, ну, а вообще, если бы говном бы тебя не закидывали, ты бы выставился? Если бы твои друзья не сидели там, в жюри, допустим, что говном тебе закидают. Ну, тогда, если все пойдут выставляться, все нормальные чуваки приедут, и пойдут выставляться, я тоже пойду выставляться. То есть, у тебя еще есть дух соперничества? Блин, ну, это, опять же, я, скорее всего, не буду, вот, для Питера, ну, для местных конвенций, я точно не буду обязательно готовиться, типа, кто-то появится, я выставлю. Просто, если там никого нет, то смысл мне туда тоже, как бы, вот это, победитель паралимпиад, нафиг мне это надо. Извиняюсь, очень часто плохо. Я просто очень часто вспоминаю, это, когда люди едут в какую-нибудь захолустную деревню, типа, в Германию, там, типа, Шницельдорф, да, какой-нибудь, типа, и такие, типа, я там победитель мероприятия из Германии, и ты такой, что за мероприятие, там реально три землякопа сидят, ковыряют, ты такой приехал, неинтересно. Я поэтому говорю, что если там состав собирается на номинацию, серьезную, типа, с которыми реально есть смысл, типа, ну, потягаться туда, почему нет. Ну, азарт, это прикольно. Я не скрываю, всем приятно, мать его, выиграть, я не знаю. Если кто-то считает по-другому, хули вы вообще выставляете? Вот, и мне было интересно, ты же все уже, а, ты же, ты же, это, немного у тебя наград, вроде, табличек. Ну, я не знаю, смотря, сколько немного, ну, я там стоял, оно висит, там, все такое. У меня очень много невисячих наград, типа, стоячих, стоячих. Я понял. По поводу накинул баллы, я пошутил. Да, все, пошел. Да, я больше не буду организацией жюри заниматься, потому что, ты, ты, как бы, если заниматься организацией жюри, говно на тебя все равно накинуто, мне нафиг это надо. Блин, а что ты палишься, ну, кто накидывает говно? Слушай, да ты все время в номинации смотришь, я вот пытался же составить, но сами не выставляются. Ну, например, номинация леттеринг. Собери пять членов жюри, которые не выставляются в этой номинации. У нас леттеринг, кто вообще делает, там, в Питере, в Москве, сколько, вот там как раз человек 5 и наберется, которые выставляются, и кого я посажу в жюри. Типа, соответственно, сажу того, кто хотя бы примерно понимает, либо в орнаментале, либо в композе в целом, что-то какие-то большие проекты делает там. И в итоге тебе потом прилетает, типа, какого хрена в жюри сидят чуваки, которые не разбираются в леттеринге. И ты такой, а кто еще? Пошли вы в жопу, все вот эти недовольные ребята, идите в жопу. Вы должны, вы должны позвонить. Злата, накинь какое-нибудь имя, круто, из Европы, из Америки. И кто в леттеринге разбирается. Я не свяжу. Ладно, короче, какого-нибудь типа, вот на реализм, вы должны привезти Хуртадо, значит, от Панча, и еще кого-то, чтобы он вас всех судил. Вообще легко. Ценник на бокс будет 5000 евро, блядь. Приезжайте и участвуйте. Ценники на бокс, кстати, пиздецкий дорогие. Не, Хуртадо привезти, мне только тоже кажется, там у него райдер. Его привозили. Да, знаешь, какой у него райдер был? Блин, сколько? Я не знаю. Я понял. Я не знаю. Большой. Большой. я вообще этих типов не понимаю. Они организовали эту штуку, я ничего не понял, и все. Ну, кто такие, зачем, чего, кого, чего они хотели. Там какая-то ассоциация барперов, что-то в этом духе. Ну, да, барберы, понятное дело, там индустрия вроде как уже большая в России, поэтому денег у них должно быть много относительно. Мы татуировки, мы реально бедные пиздец. Не. Ну, ладно, не ты, а вот мы, мы другие, обычные татуировки, не элитные. Мы бедные. Слышь, на завод иди. Ладно. Да нет, я бедный. Да не бедный, но индустрия реально она такая. Мы, по-моему, с Павликом пришли к тому, что мы вообще индустрия нещиёбская. Слушай, но есть еще, знаешь, такое мнение, что индустрия нещиёбская в основном в Питере. Да. Реально? Реально? Они приезжают на госпоты, они все говорят, что, блядь, вообще бедные, бедные люди. Но мне в Питере хорошо, потому что, у тебя москвичей много гоняют? Бывает не так много. У тебя питерцев больше? У меня разных людей. я понял, типа, вообще разные все. У меня просто питерцев примерно столько, сколько москвичей, и это, вот если москвичи отпадут, допустим, то я прям такой, типа, о, что делать, работы нет. Вот. То есть, москвичей много гоняют, потому что, что, вот, сапсан прыгнул, или там, поезд, ночной, не знаю, самолет. Мне кажется, в Москве как-то и попопулярнее, и не от рад делать. Да, нет. Нет? Ну, и на мой взгляд, неотрадиционалистов больше тут. Мне вообще кажется, Москва, это как раз такой город контурастов. Вообще нет. Ну ладно. Неотрад комьюнити, мы, кстати, с Мишей обсуждали, пока ты работал. Да. Оно большое. Оно. Комьюнити. Да? Они. Как комьюнити? Оно. Оно, да. Оно большое. То есть, из-за того, что я в нем нахожусь, мне кажется, что как будто есть только неотрадиционное комьюнити, а комьюнити реалистов, комьюнити неускучих, ну ладно, их там 4 человека в России, комьюнити граффитосов, вот комьюнити граффитосов как будто вообще не существует, хотя их больше, чем нас, условно. И, ну это мне так кажется, потому что я, видимо, не делаю этот стиль. Все сводится к тому, что... Ну мы тусуемся по разным местам, это понятно. Вот. Но я тебе скажу, что комьюнити неотрадиционалистов, как сложно это. Можете покороче какое-нибудь слово придумать? Да, отстойно. Короче, у вас оно реально, оно у вас, по крайней мере, веселее. Вот у реалистов, я не знаю, у очень многих, особенно, кто очень круто делает, они все ребята замкнутые и никуда не выходят. А еще вы, если, мне кажется, взять средний возраст какого-нибудь успешного взрослого, ну типа реалиста, который известен, вы все там типа за 33, короче, точно переваливаете. А у нас молодой комьюнити вообще. Сколько тебе лет? Что ты меня... 28 мне. Ладно, хорошо. Не, потому что комьюнити молодое и все делают какие-то приколы. У нас, видишь, сейчас объясню, вот недавно был очередной челлендж у нас рисовательный. То есть, есть Югин, Мникстер такой, раньше в Минске жил, сейчас переехал, мигрировал во Францию. Короче, он предложил, у нас до этого был сплит, это вот, знаешь, сплит, да? Много картинок, там вот это все. Пополам, да. Да-да-да, точно. Вот, сплит на тему какую-то одну. Мы рисовали банки железные, ну там пивные, либо там не пивные, ну короче, просто железная банка. Типа, и каждый рисовал в своем стиле. Там у нас было 33 человека в итоге, мы это сделали в один и тот. Ну, короче, какая-то движуха. Сейчас были там с ключами, там было больше, что? А, да, вон, вон висят, вон квадрат или прям, вон слева вверху. Вот. Сейчас был по ключам, ну типа какой-то движ просто происходит. Был бокс на утрат Раша, Алина его организовывала, типа на Зимовском фесте, то есть там приехали разные националисты, блядь, сложное слово. Да-да, я тоже самое говорю. На утратчик, я не знаю, вблюдо-ски звучит, но не суть. Приехали, там организовали боксы с разных городов, у нас база получает, ну как база, громко сказать, ну короче, к нам очень много чуваков, из-за того, что мы общаемся, приезжает на господ именно чуваков, кто делает неотрад. То есть мы там сначала вчетвером, потом в шестером сели, кто делает неотрадишнл в одной студии, и все это знают, кто делает этот же стиль, и все начали потихоньку так стягиваться, общаться, все такое, мы со многими дружим. Возможно, от этого все. Ну точно не за возраст, я уверен. Слушай, ну а если так посмотреть, то мы в среднем вот до 30 лет короче все, ну средний именно возраст, серьезно. Вот всех, кого знаю, с кем общаюсь, мы все примерно вот от 25 до 30 лет все молодые. Слушай, ну зато в Европе основной движ у реалистов. Да, серьезно. Там прям типа все тусовки, все реалисты. А почему так знаешь? Не знаю, менталитет другой немножко. Ну любят львов, тигров. Не-не, там крутые, нормальные ребята. Я не знаю. Не, кстати, вот, кстати, неотрат комьюнити Испании, пиздец какое большое. Да, ну и Европа. Ну и ты про Германию, ты так понял, говорил? Я понимаю, нет, Испания, понятно, это отдельная пида. Причем вообще непонятно, потому что они все смуглые, и они делают этот неотрат цветной поголовно. Они, конечно, все перешли сейчас на вот это коричнево-серые тона все, чтобы смотрелось круто. Но вот, наверное, прототип российскому комьюнити все-таки то комьюнити, потому что я там подписан на утраты Европы уже очень долгое время. Блин, видишь, мне кажется, еще люди, которые любят рисовать мультики цветные всякие, вот эти веселые штуки, они, в принципе, и по жизни такие. Я кого не знаю, они все, ну реально с ними поржать можно. Нормально. Лучшие тусовки в России точно с ребятами, которые делают цветные контура. Круто. Реалистов, я, кстати, тоже знаю реалистов, что нормальные пацаны. Ну кроме тебя, ты грустный какой-то. Я еще самый веселый из многих на самом деле. С татуировщиками очень сложно работать, ты не поверишь. Все разъебают. Я в том числе. Ну, я тоже. Соответственно, смотри, допустим, тем интересных, которые можно поговорить, которые касаются татуировки или около татуировки, их, в принципе, ну дофига. Но найти адекватного татуировщика, который, во-первых, может нормально, адекватно подавать информацию, выступать, вести себя на камеру, общаться с людьми, это проблема. Потому что обычно все крутые ребята, которые реально круто делают, они не разговаривают. Ну да. Во-вторых, у них, ну нет особо времени и желания, допустим, этим заниматься. И потому что, ну, нужно готовиться. Это не как мы с тобой сели за стол, да, там типа и погнали болтать. Соответственно, все время проблема со спикерами, постоянная. Во-вторых, в аудитории, насколько я понял, очень мало что интересно. Ну типа, я не понимаю, что им надо. Точнее, я понимаю, что им надо, но они этого не хотят. Понимаешь? Ну это как типа, мы такие, давай сделаем метап, короче, ну лекцию про там тайм-менеджмент. Да? Типа, у нас куча всего вокруг, типа, татуировки, эскизы, надо научиться фоткать, надо понять, как вести подкасты, там вести социальные сети. Короче, ну, вокруг мир сильно меняется и помимо татуировки нужна куча всего, но все времени не хватает. И типа, Миша как там настоящий бюрократ, такой типа, вам нужен тайм-менеджмент, там вот у меня программки, нужно делать там планы, все планировать, все круто, все будете успевать. Тема типа, полезная, но я знаю, что люди на это не пойдут, потому что это не приносит им деньги. Ну типа, они с гораздо большим, с большим удовольствием придут на тему, типа, как делать охуенный Грейвош. Да, да, факт. А это, ну, я думаю, что не то время. Я уверен, что через пару лет, слушай, все инстаграмы отрицали. Лично я отрицал сторисы, типа, ну, это я сейчас громко говорю, но он отрицал инстаграмы, типа, я делаю, возможно, сейчас вру, но, по-моему, был такой у него даёб, то, что я делаю пизодатые татуировки, нахуй мне заниматься этой хуйнёй. Возможно, блядь, он этого не говорил, я сейчас процитировал кого-то другого, но посыл какой-то такой, я могу говорить за кого-то, я считаю. Ну, у тебя есть ТикТок? Нет, ТикТок, кстати, не моё вообще, я не понимаю. Вообще презираю, да, вот это. Я, у меня чувство кринжа обострённое, и ещё у меня даже нет вообще его, типа, я не, не пользователь ТикТока. Но есть, например, в Москве татуировщик Вадик-не-Вадик, знаешь такого? Слышал, не слышал. Слышал, не слышал? Аниме делает чувак. Да. Вот он настолько органичен и в ТикТоке, и его подача, то есть он не сам там пляшет, но он подаёт работы свои, и вот трафик оттуда нагоняет всё-таки в свою инсту, насколько я понимаю. Потому что чувак тупо, вот я был на гесте в студии, где он работает, чувак нон-стопом смотрит аниме. Вообще, то есть у него всегда аниме, он прям живёт аниме, у него аниме-фигурки. Вот он не гик, но вот он аниме-задрот прям лютый. И татуировки тоже в этом направлении всё. Раньше на утро отколол, кстати. Вот. И он органичен. Что мне там делать? Я вот не чувствую себя там старым каким-то, но мне YouTube как бы приятнее. Мне интересна площадка, я очень много YouTube смотрю. У меня на телеке YouTube-приложение, у меня YouTube-премиум. Я смотрю YouTube, всё смотрю, кроме вот Баски пока что. Вот. Посмотри на самом деле. не всё там может быть тебе полезно. Нет, я смотрел то самое интервью, которое тебе очень сильно нравится, про типы кожи, я его посмотрел. А, их там два. Их два? Их два. Я одно посмотрел, а где он про фарм и уход рассказывает? Да, второй про краски, про пигмент. А, это я не дошёл. Мне очень... Очень интересно, ничего не понятно. Да, да, да. Короче, Саня, есть вопрос? Я должен его задать. Давай, сейчас я спину выпрямлю. Почему мне, отказали в приёме в блок-ауте? А, да как что ты? Почему меня... Почему... Не тем людям ты задавал этот вопрос? Я не задавал, я, короче... Не, я... Это где? Это с Клим... Нет. Нет, это с Муриком было, по-моему. С Муриком было? Ладно, задай ещё раз вопрос до конца, может, я про другое подумал. Почему? В смысле, всё, это был весь вопрос. Я, короче, у вас была вакансия, значит, я такой, а чё нет? И я такой, типа, Сань, можно вопрос, пожалуйста? Пришёл это, блядь, здравствуйте, а у вас что-то место есть? Ну, только гостевое, а у основных мест нет. И на следующий день вот эта фотка, где вы охуенно идёте с приклеенными лицами, и мы ищем себе в состав крутого чувака, если это ты, напиши. Я такой, ну, блядь, спасибо. Слушай, я сейчас не помню последовательность, когда там что, посты выходили, и когда с тобой общались, но я понял, что тебя это зацепило. Братан, на самом деле, если бы у тебя была машина времени, ты бы вернулся на один подкаст назад и спросил у Павлика. Это было бы более правильно, потому что я, насколько помню, я смотрю, мне Алена, Алена показывает работу, типа, вот, чувак тоже есть, я не помню, было у нас ещё одно место, или нет, короче, я таких подробностей не помню. Я такой, ну, типа, вроде прикольно, но я в контурах разбираюсь не очень. Да, эту цитату я помню. И, типа, я такой, Павлик, посмотри вот эту фигню. Он такой, так это же, я такой, Тони Данейро, он такой, да пиздец. Короче, все вопросы к Павлику, и я такой, ну, два людей, но людей, я в контурах не разбираюсь, типа, едем дальше. Ладно. Ну, я, нет, это причины, ладно, типа, я, честно говоря, типа, ну, в этом ничего стрёмного не видел, ну, да, похоже, правда было. Даже, ну, типа, типа, увидел, не понял. я понимаю, тогда был у меня период байта. Я это ставил на откуп людям, которые разбираются в контурах. То есть, Павлик меня слил. Слушай, ну, это же великолепно, должен радоваться. Ну, кстати, я, я сейчас понимаю. У тебя своя студия. Ну, грубо говоря, коллектив, да, по-любому кучу всего интересного. Ты работаешь, хотя бы, по крайней мере, не один среди реалистов. Ты, представляешь, сейчас там сидел. Не, я потом несколько раз это переосмыслял. На тот момент мне показалось, что это клёво, потому что, не было адепта вообще, в принципе, он был в зародыше, и мне казалось, ну, круто присоединиться к крутым чувакам, короче. Потому что, на тот момент, я, ну, типа, для меня это был такой, ну, я себя вообще не считал, каким-то таким, типа, очень посредственным типом. Но я, в принципе, наверное, был. Вот. Я начал байтить Тони Донейро, и у меня начало получаться делать татировки. Ну, как бы, как будто, знаешь, какой-то, как это сказать, как будто уловил рецепт хита какого-то. Ну, типа того, знаешь, у меня была такая хуйня, что я, кажется, понял, как рисовать ебучки. Вот. Начал вот этим всем заниматься. Похоже, базар нет, потому что, ну, я рисую, и у меня тут, блядь. Слушай, на самом деле, сейчас, в 2021, как бы, вспоминая Павлика, звучит это еще смешнее, если честно. да, да, я понимаю. Зачем вы сменили помещение и ввалили столько бабла туда? Ну, и ладно, тупой вопрос, чтобы работать по кайфу. Ну, у вас очень дорого-богато, на самом деле. Ну, конечно, я бы добавил пару венецианских кувшинов и люстр, но... Не, не, это все цыганский вкус некоторых людей наших. Я понял. Слушай, так зачем? 7 лет, чувак, мы проработали 7 лет. Стены, да, давят, что хочется съебаться от того, что не работает? хочется свалить и хочется, чтобы все было как-то красиво и уютно, чтобы, блин, понимаешь, типа, мы вроде позиционируем себя как, ну, клевые, профессиональные ребята, которые делают серьезные татуировки. К нам приезжают серьезные дядьки на серьезных машинах там с охранниками, не знаю. премиум-сегмент. Соответственно, нужно заходить вот в эти гипсокартонные стены там ободранные на вот этих там, ну, короче, сам понимаешь. еще не было. Это же уже не так давно, ой, это уже давно началось, что дядьки приезжают и хотят. Слушай, это же коллектив, понимаешь? Если бы там, если бы все зависело, например, от меня, мы бы, может быть, давно переехали. Но это же надо, чтобы у всех было хорошо с работой, потому что требует вложений, да? Соответственно, нужно всех подождать, когда у всех накопится бабла, у всех появится желание со всеми, и всех уговорить. Поэтому все довольно долго затягивалось. У тебя сколько? Вот смотри, с первого состава Blackout ты один остался? Настрой остался. Я, Тимур Румид, и Ярик Горбунов. А, Румид был с самого начала, и Ярик был с самого начала. Да. У вас больше. У нас с первого состава остался я один. Я вообще последний из Магикан. Ну, слушай, легко. Я думаю, что рано или поздно Тимур, верно, куда-то уйдет. Нет, ну, это нормально. Мы недавно прикидывали, что, ну, примерно человек 20 прошло. Прошло, да? Ну, у вас круто. У вас первый состав, и Шанько был, да? Нет. И Нигур был точно. Мы Шанько и с Тони Трошиной договаривались. У нас первый состав на самом деле был реалистов. Без Горбунова, без Ярика, без... Да, 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 да. У нас было я, Валя, Степа, Бен Клишевский, и Тони Трошина. О, подожди. Бен Москвич, Нигур Москвич. Вы их, типа, сюда перетаскивали жить? Да, так и Серега Шанько с Тони тоже из Москвич. Двигатель всего этого движения Блокаут, это ты, я понимаю. Ну, смотря о чем говорить. Ну, там, идейный лидер, я не знаю. У меня же такая система, я, типа, мне в голову что-то приходит, она у меня горит, я это запускаю, оно начинает работать, и такое, все, я пойду займусь чем-нибудь другим. Это я понял, да. Собственно, я все свои обязанности по Блокауту, по 1РС, по всей фигне, я стараюсь запустил, делегирую, все. То есть, ты взрослый дядька в плане в этом, решение таких вопросов. Нет, я ленивый, распиздяй, я просто, я хочу делать татуировки. твоя зрелость, я имею в виду, в том, что ты, во-первых, дошел до того, что ты нашел человека, которому можно делегировать. У меня есть в этом проблема, я думаю о том, что нужно делегировать, не делегирую, потому что думаю, что, блядь, не справится никто. Не справится, и потом выгорает эта идея, и все идет по пизде, вообще, абсолютно все. И плюс у тебя, ну, есть такой человек, как Миша. Был такой человек. Был такой человек, как Миша, да, который, сколько лет вы вместе просуществовали? Года четыре. Четыре года он работал, получается, побольше с тобой, на тебя, без разницы, короче, как это назвать. С собой. То есть он был у тебя на окладе каком, ну, типа я не спрашиваю по цифре, ладно, я понял, ты у нас человек скрытный, про цифры ничего не рассказываешь. Вот, он у тебя был на, ну, то есть он получал деньги, собственно, за работу, еще у вас. Я хочу, короче, знаешь, давай по-взрослому этот вопрос обсудим. У тебя как-то твой коллектив, у меня. Какая маржа? Да, какая у вас маржа? Да хуй его знает, все, я больше так не буду. Пиздеж. У тебя тату коллектив Blackout, у меня адепт. Вот мы и встретились. У нас все по-разному устроено совсем, потому что у нас более сладкие условия в плане там аренды и прочего. Я развернусь к тебе вот так. Ну да, отлично. В плане аренды там и прочих приколов, потому что нам просто повезло, поэтому у нас так все просто. Я уверен, что мы бы не смогли работать так, как сейчас, естественно, у вас там на Лиговском 50. Вот. Как у вас, короче, устроено? Ты, у тебя есть идея, ты делаешь какую-то, короче, вот, например, ремонт, допустим, вот этот переезд, это с твоей подачи было? Как у вас, короче, интересно, как у вас принимаются решения в коллективе вообще? Ну, если конкретно про ремонт говорить? Ну, допустим. Я до этого года три, наверное, говорил людям, типа, ребята, давайте переезжать, типа, все, надоело, давайте переезжать. Вот мы три года собирались, потом все уговорились, такие, да, надо что-то менять, все уже досталось здесь, эти стены задолбали, давайте переезжать. То есть, я же не могу какие-то вопросы, которые касаются финансовых вложений со стороны всех, и не могу их единолично решать. Да, это очень жестко, потому что у вас, ну, у вас же есть какой-то, типа, общак, можно так сказать. Ну, да. Вот, за него ответственен, типа, ты? Нет, я говорю, я все делегировал. Сейчас у нас есть замечательный чувак, которого зовут Влад, вот, он полностью занимается блок-аутом. Я, по сути, как бы, я вообще не лезу в его работу, мы только по понедельникам собираемся на собрание, ну, раньше я, я, Влад и Миша, мы собираемся, они говорят, что сделали за эту неделю, что собираются сделать на следующей, мы обсуждаем какие-то варианты, что можно еще накинуть, придумать. Это вы собираетесь вдвоем, троем, короче? Втроем, да. Ты, Влад и... Я, Влад и Миша. А, Миша, все, вы собираетесь обсуждать, то есть, остальных, типа, это особо не касается. Слушай, смотри, я несколько раз пытался собирать, ну, хотя бы раз в месяц, типа, собрание. Бессмысленно? Я сейчас, скорее всего, ты когда, ну, решаешь за людей, ну, неважно, есть, например, вопрос какой-то, надо, например, поменять стулья в студии, ты начинаешь людей долбить, у них у кого нет времени, кто-то не работает, кто-то на геспоте, никто не хочет ничего решать, ситуация непонятна, она все встает, ты такой, блин, ну, решать-то ее надо как-то, а ни от кого ничего не добьешься. Ты садишься и такой, так, давайте, значит, сделаем так, покупаем вот такие-то стулья, там, заказываем, сюда привозим. И потом тебе начинается, типа, а что это вы купили вот это, блядь, а не вот это? Блядь, один в один. На собрание никто прийти не может, типа, ну, претензии ты потом ловишь, и я, из-за этого... Но это не решено до сих пор никак, я так понимаю. Ну, просто мы сейчас как раз обсуждаем стулья, обсуждаем уже третий день, я даже не лезу, они там что-то в телеграме переписываются вот такими простынями, и я такой, да идите вы в жопу, давайте просто соберем один раз собрание. Собрание провели, ничего не решили. Блядь, один в один, у нас такая же херня, очень... У нас, ну, блин, как сказать, у вас, у вас сколько человек получается в коллективе? Семь резидентов. А, ну, у нас девять, я думал, у вас прям, типа, почти впополам меньше, 27, то есть почти то же самое. У нас есть инициативная группа, это я, и еще 3-4 человека, которые, ну, типа, им интересно, вообще интересно всем, как я недавно узнал, просто есть люди, которые, ну, им интересно, но они просто молчат. А потом, когда ты в чат что-то вбрасываешь, ну, типа, ребят, вот, допустим, у нас там новый резидент, вот такой-то, как вы думаете? И в итоге мне 3 человека всего ответило, все остальные хуй забили. То же самое. Вот. И, ну, и ты думаешь, как, типа, мне сейчас принять решение за всех, получается, или каждому написать, каждому там позвонить, узнать, что он думает, и все такое. Ну, и по итогу, спустя время я понял, что, возможно, это неправильно, но если инициативная группа уже что-то вкинула, а нас там в сумме получается 5 больше 4, то мы, собственно... Не, у нас такое правило есть, типа, если мы большинство решили, то делаем так, как большинство решили. Но это тяжело, да, работа с людьми творческими, которые, ну, там, не последние люди, так скажем, вот, это очень, очень проблематично. Текучка у вас уже, ну, было 20 человек, ты сказал, причины какие-то обычные, то есть, просто не сработались. У всех разные. Ну, у вас много кто переезжал, насколько я понимаю. Кто-то переезжал там в другие страны. Ну, паблик ушел, потому что деньги. Паблик ушел, да, как раз накануне переезда. Блин, чувак, я бы сам ушел, отвечаю. Хотя нет, на тот момент все же в Европу ездили. Возможно, нет. да, да. Но это жирно, вообще жирно. Можно говорить цифру? Да, это не жирная цифра. Ну, 400 сноса, 400, чувак. 300. 300? Тогда на тот момент, потом просто получилось, что, естественно, надо еще докинуть, типа, на всякие плюшки. Ну, блин, 300, чувак, вы ездите в Европу, я не знаю, вы там чем занимаетесь? Да, 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 все правильно. Один геспот, все, вы покрыли. И работаете потом несколько лет в офигительном помещении. Да. Ну, видишь, ты умеешь, блядь, это, заряжать, вышел такой, встал на эту херню. Давайте, пожалуйста. Да, 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 деньги. У меня Климин тебя упоминал в подкасте первом помещении. я смотрел. Да, я катнул там, ничего, он пьяный был, какую-то хуйню наговорил, ничего интересного. Ладно. Да не, мы ни к чему не пришли, мы просто влипли в твой инстаграм, короче, и как дебилы такие, пять минут, что-то там. Блин, я надеялся, что меня так, настолько круто отхуесосил, что тебе пришлось вырезать. Не, 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 многое было в подкасте с Игорем о том, что, там, личный бренд торговли ебалом, это движитель, движитель к успешному успеху и все такое. Я согласен, да, ну, сейчас такая тенденция. Как тебе удалось это обойти? Вот это мне интересно. Ты вообще, как ты выглядишь, знает никто, наверное. Ну, сейчас уже гораздо больше. Ну, да, ты там где-то светишься, но ты намеренно не, нет такого, что ты, как Паша, идешь из дома в блэкаут и рассказываешь о каких-то своих приколах. Вот. Я тебе скажу, что Павлик, знаешь, тоже не любитель всего этого, он себя заставил, его заставила ситуация. Я понимаю, мы не трогаем Павлика, его, как бы, мы не разбираем, а интересен твой, ненавижу слово, кейс, короче, но и вот как без торговли ебалом полетит там к вот этому количеству подписчиков, узнаваемости, помимо делания крутых татуировок, потому что, ну, много кто сейчас, тем более, делает очень крутые работы, но они ноунеймы, короче. Это недостаточно. Вот, да, я понимаю, что делать сейчас, в данный момент, недостаточно. Ты это делал тогда, когда, когда. Сколько у тебя там больше сотки уже, ну, лет? Не помню. Цифры медленно растет, да, сейчас? Я теряю подписоты, ты что? Потеряешь ты? Ну, я же ничего не выкладывал, тут потом, видимо, все про меня забыли, я что-то, оно типа, минус, 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 я тут все же, не парюсь. Я не помню, сколько, давно. Ну, ты валивал бабки в... Нет. Насколько я знаю, Миша, последнее время, на фейсбуке, какую-то рекламу, что-то вкидывал. Ну, он мне копейки сказал, 10 тысяч рублей, он тратит на рекламу. Я... Какую-то такую... Мы обычно вкидываем какую-то рекламу, когда на геспот куда-то едешь, типа, ну, конкретно по регионам, а сами, в принципе, никогда ничего не закидывал туда. Ты что, это удача? Что это? Объясни, в чем, в чем, в чем сути? Ну, я на 100%-то рецепт не могу сказать, я могу предположить. Давай, предполагай. Мы здесь собрались разбираться, а не точные советы давать. Ну, про работы мы не говорим, работы идут по умолчанию какие-то. Не знаю, надо кататься, общаться с людьми. Мне кажется, я очень сильно выехал из-за того, что я очень активно и очень много путешествовал и познакомился с очень крутыми ребятами, у которых там в несколько раз больше подписоты, чем у меня. Соответственно, ну, происходит обмен аудиторией в любом случае. А у нас люди-то никуда не катаются. Но, опять же, я катался, я катался успешно. То есть, я поехал, где-то что-то выставился, где-то что-то выиграл, тут же там с кем-то познакомился, меня пригласили вместе куда-нибудь в какую-нибудь студию прокатиться. И я, в принципе, ну, человек не гондон конченый, да, со мной вполне нормально можно общаться. И у меня сформировалось, ну, довольно хороший круг людей, типа. Короче, общение. Общение в любом случае. А как про вас еще узнают? Если, смотри, у меня логика, наверное, такая была. и если, черт побери, я сам не хочу делать селфи и постить это в сторис и писать какие-то влажные посты, у меня есть более открытые и крутые друзья с большой аудиторией, которые это сделают и выложат, а я репостну. Удобно? Удобно. Вообще офигенно. А почему, смотри, как ты к этому относишься, что ты теряешь подписчиков? То есть это... Ну, я понимаю, что тебе похуй, скорее всего, типа. Ну, типа, это немножко обидненько, но в целом не настолько сильно напрягает, чтобы я сейчас переживал. Ну, пока... То есть, что должно произойти, чтобы ты начал записывать сторисы, как ты идешь в спортзал? Слушай, я не отрицаю, что если такой момент настанет, я, наверное, пойду... Не, я не пойду. В спортзал или записывать сторисы? В сторисы не пойду. Записывайте, в спортзал не пойду. Ну, я уйду из татуировки и буду делать бизнес. Открою школу, я уже говорил. Татуировки? Да, блядь, не знаю. Я же педагог по образованию. Я могу себе позволить. А, кстати, у тебя же были семинары раньше. Мастер-класс. Мастер-класс. Два раза. Всего два раза? Один раз в России, один раз в Венеции проводил не так давно. Чего закончил? Чем закончил? Чем, почему? Да. Это херня полная. Ну, это вот... Короче, мне не нравится ожидание людей от семинара. А, да, Они все херню хотят, типа... Короче, в Венеции был самый обидный случай, потому что я понимаю, что все мастер-классы строятся по принципу я пришел, полтора часа поговорил, ну, чем работаю, там, бла-бла-бла, как выбираю исходники, потом я сажусь и такой, типа, семь-восемь часов вкалываю, люди стоят, потеют, такие, когда ты уже закончишь, и ты параллельно, может быть, им что-то скажешь, типа, сейчас я макну вишневый, блядь. Короче, это унылая хуеть тень. А мы в Венеции делали, получается, там был не только мой мастер-класс, было четыре дня подряд выступал Дэйв Пауло, я выступал, Джей Фристайл и Сильвана Фиата. А на пятый день все чуваки работали, а мы ходили и смотрели, короче. Да, не суть, вообще вопрос не про это. Я такой думаю, я это говно делать не буду, ну, типа, вот это работать восемь часов подряд, чтобы все эти люди скучали. Я сразу организаторам сказал, типа, я вот это, они такие, делай все, как ты их считаешь нужными. Я такой, отлично. И я такой выхожу и просто начинаю чесать про подход, ну, вообще про все. Я сразу говорю, что, типа, техника вам в жопу вообще нафиг не нужна, потому что, вот, посмотри, типа, четыре крутых чувака, все работают по-разному, типа, у них разные тачки, разные модули, разная скорость восприятия и прочее, вам это все в жопу не надо. И просто, типа, рассказываю им про подход. Как там, короче, больше теории даю какой-то. И потом сажусь, типа, начинаю работать, такой, смотрите, я вам сейчас покажу, как я работаю на примере одного пятна. Типа, раскидываю его такой, типа, вот так, вот так вот сделал, остыло, накидал детали сверху. Вот, в принципе, как я татуирую. Дальше все то же самое. Вот. И люди оказались не очень довольны. Бля, ну да. Они же не... Нет, я вижу, я вижу, что такие, ну, я там сделал все, заключительную часть, выводы сделал, прочее, все. Но я вижу, что они такие, как бы, мы хотим увидеть, ну, красивый результат в конце. Ну да, там вот такая, херня? Нет, нет, там все нормально. Я кусок сделал полноценно, я даже несколько кусков сделал полноценно, потому что там было 60 человек сидело. Я, соответственно, не мог им сразу показать, потому что на мониторе это все было. Там было плохо видно. Я группами по 10 человек запускал и сделал вот 10 отдельных кусков, чтобы показать логику действий, вот, как я делаю работу, типа, вот, я им все это показал. Нет, в целом потом подходили, сказали, что все здорово, было полезно и приятно, но, короче. Ну, я понял. Я посчитал, что я на самом деле им вкинул супер дофига полезной инфы, максимально, которые я мог. Но они не успели обработать, да. Но люди почему-то захотели увидеть вот именно вот этот вот конечную хуйню, хотя у меня клиент был, у него там рукав от меня, нога почти закончена, то есть вот все зажившие работы можно посмотреть и прочую фигню. Я знаю, ну, может, люди просто хотят посидеть 8 часов, посмотреть, как я фаны крашу, не знаю. Это последняя точка была, короче, да? Нет, я теперь знаю, как надо делать мастер-класс. А, все, я понял. Я все пересмотрел, это следующий формат, собственно, один раз, который будет. Тут тупой вопрос, сколько людей, помимо тебя и Вали, работают пятнами? Знаешь? Дофига людей. Дофига? Ну, дофига людей, да. Очень многие работают. Такое ощущение, Джангилев не работает пятнами? Тоже работает. Тоже? Блин, у вас вообще по-разному все смотрится. У него как будто все... У нас ощущение готовности может быть разное, ощущение цвета разное, поэтому кто-то просто на пятнах останавливается, кто-то... На пятнах это... Как масло получается, да? Ну да. Это разные вещи. Но с подмалевком, с заживлением, наверное, только я пока работаю. Уйти? Что происходит? Как ты считаешь, ты развиваешься? Не в плане как личность, как чувак, который... Не в целом, короче, а вот как татуировщик. Вот есть у тебя такое, что ты дошел до какой-то точки и у тебя пока что идет вот так, короче. Либо очень-очень медленно. Ну вот, да. Есть? Да, я понял. Простите. Блин, понятно, что первые пару лет это все-таки ступени. Ну да, ступени. Бум-бум-бум. Сейчас, чтобы куда-то развиваться, нужно прям очень сильно в какие-то мелочи углубляться. Либо экспериментировать. Либо, да, экспериментировать, причем очень кардинально. Я экспериментирую в последнее время, но, возможно, недостаточно кардинально. Я правильно понимаю, что вот ты выложил какую-то штуку, штуку и назвал. Ну да. Короче, это, не знаю, это рисунок или фотоколлаж какой-то из разных там очень-очень прикольная херня, где ты еще, по-моему, поднимал, что реалисты не рисуют. Там вообще, типа, это, да, прикол для своих, наверное, больше. Да, там больше. Я понял, что за прикол, то, что реалисты вообще взял из интереса и наколол в этом, типа, да, ссылке. Да, да, да. Я понял. Это же нас тоже коснулось теперь. В плане? В плане... Ты видел, что там еще внизу греча раскидана? А, это... Я понял, ты отсыкнул. Ну ладно, кстати, эти штуки от гречи поступают, я угораю с этого. Короче, реалисты-пидорасы, потому что... Ну, не пидорасы, ладно, реалисты, короче, хули там уметь, взял картинку, перевел, наколол. Ну да, да, да. Вот акционалисты взял картинку, отстеклил и наколол. Ну да. Вот, вот такие мы, короче, рисовать не это. Рисуй Раша, там, вот эта вся хуйня. Меня так, кстати, честно, меня зацепила эта хуйня, когда вот этот запуск начался. Видимо, тебя тоже, да, чуть цепануло, раз ты среагировал. Запуск чего? Ну, короче, вот как была штука с реалистами, когда он в интервью Ринату это сказал, что хули там уметь трансфернуло Кали. А, ну. Вот, типа рисовать даже надо уметь. Короче, такая же хуйня спустя время была на неотрадиционалистов по поводу того, что... Стеклят? Да, что не стеклю. И то, и другое было уже давно, просто как-то, видимо, может, волны... Волна была, да, и, короче, начали выкладывать типы, кто делает неотрад, которые тоже стеклят. Какой-то рисунок он сделал, типа, ну, вот он не настеклил, а реально построил. Сам, да, красава. И вот это нестеклю хэштег. Бля, у меня так жопа горела, я думаю, ну, чуваки, ну, что за хуйня вообще? Ну, чего мы начинаем? Типа, и вот разбились, а, ну, разбились на вот эти базы, теперь есть, ну, вот трансфернисты, которые стеклят, а теперь, знаешь, какое-то деление на какое-то время произошло. Да, скоро еще будут, типа, традиционалисты, которые не стеклят и фоткают без фильтра. Вот. Кстати, это следующий момент. люди, которые снимают с линзой, еще те пидорасы, блядь, вообще. Просто жесть. у меня пригорает чуть-чуть, пригорает. Причем, оно как-то, вроде не обидно, а вроде, блядь, и горит, короче. не, не, это не круто. Слушай, ну, может, мы скоро придем, еще надо будет веганом в довесок быть, типа, к этому всему, и вообще. Веганом. Полный набор. Точно. И сторис. Сторис? Сторис, да, про то, как ты идешь домой. С тренировки, блядь. Ануса своего. Последний момент, лондонская конвенция. Закрылась. Закрылась, да, все обсудили. Спасибо. Ты знаешь Орга? Да. А что, типа, по бабкам, из-за того, что ковидные времена и все такое? Нет, он же писал пост, у него основной партнер, с которым они делали, он умер. Ага. От ковида? Видишь, как бы, это когда случилось? Вот, если бы я, у меня был шанс еще съездить и где-то пересечься, я бы, может, узнал от кого-то, а я ни людей из Европы не видел, ни организаторов, ни еще кого-то. Но это была одна из самых крутых конвенций. Но это была самая топовая конвенция, наверное, в мире. А я понимаю, типа, ранжирование топа сейчас, ну, примерно такое, типа, была лондонская, миланская и венецианская, нет? Лондонская, Париж. Париж, я вообще не знал, что ли. Париж, это вторая, наверное, да, вторая повеличенная конвенция после Лондона. Там примерно, там примерно тот же самый состав. А, я понял. Вот. А дальше они... Ну, Миланская вроде... Милан, раньше был очень крутой, они поменяли помещение, немного подздули. Сейчас итальянские конвенции, в принципе, все хорошие. Миланская, в Венеции, ну, поменьше, но местами прикольно. Еще какая-то... Во Флоренции очень крутая сильная конвенция. Вот после вот этого всего, что фесты заебали там, или тебе скучно в России, насколько сильно ты соскучился вообще по фестам? Ну, типа по вот... Ну, я бы поехал, я бы поехал на фесты, даже поработал бы немножко. Блин, так отстойно, ну, для меня, не для тебя, что в такие фесты такого масштаба, как Милан, типа, Лондон и прочее, это настолько закрытые вечеринки, короче. То есть, ты можешь там приехать купить билет? Да, конечно, походить потусоваться. Походить потусоваться, там с кем-то познакомиться, все такое, но ты не можешь там участвовать, если тебе... Они сами не кинули инвайт. Да. Я, короче, писал сколько-то лет назад, и они сказали, что мы можем добавить там, типа, в список, что-то типа того. Ну, там список, я думаю, такой выше крыши. Видишь, тут опять же... На несколько лет вперед. Тут опять же работает это твоя узнаваемость, потому что, ну, Микки, который организатор, он лично точно выбирает участников. И следит. А дальше он в любом случае общается с другими, ну, приближенным кругом, там, организаторов, татуировщиков, других владельцев компании. Это все рекомендательно очень идет. То есть, там говорят, вот, Дима крутой чувак, типа, что ты его не пригласишь? Он такой, да, кстати, я давно на него подписан, давай-ка в этом году подавлю. Ну, то есть, ну, со мной примерно так получилось. Очень круто. Это, кстати, очень сильно меня мотивировало одно время, настолько, что я знаю, что, вот, я, короче, сильно было тяжело попасть. Миланская меня прям очень сильно, за, очень сильно, блядь. Миланская конвенция, мне было очень интересно мне попасть. И у Влад Блада там были боксы некоторое время. И я через Рената пытался, короче, залететь во Влад Блад про Тим, чтобы, короче, у меня была возможность попасть на Миланскую вот эту конвенцию. Хотя я не колол тачками, потому что тогда не было ничего, кроме индюшек. И там какой-то, а, там роторы были вот эти, которые косые и кривые, ну, типа, Вулф, или как они там назывались, не суть. Короче, которыми не поработать нормально. А сейчас, типа, да, индустрия, там, Влада, точнее, не индустрия, а сам Влад, компания развивается очень сильно. Все это понятно. Я бы сейчас, конечно, залетел. Блин, хочешь, я тебе скажу, ты сейчас обоссышь таки битком. Ну, хотел же на Лондонскую конвенцию. Ну, да. А там у Влада, Влада тоже уже много лет подряд есть бокс. И он туда про Тимов своих некоторых отправляет. И вот в какой-то из годов, не помню, по-моему, Джерри Неббл, Громов был в прошлом году. В позапрошлом году, по-моему, да, я проходил, а он пустой. Почему? По-моему, Бен Кальшевский просто не приехал. А, забил. Вот так вот, корешистый. Вот так вот. Ну, короче, я вот хотел, и у нас даже был диалог с его менеджером, какой-то девочкой, не знаю. Влада? Наверное, да, она на тот момент. Ну, которая была сейчас уже. с менеджером Влада, а не девочкой Влада. С менеджером. Да, там была какая-то девушка. Да, вот, и мы тогда начали коллабить, вот. Я заявляю, что первые в России, во-первых, Гаевская придумала вип-шединг. Это я в курсе. И первые в России коллаборировать начали мы с Акулами, я считаю. А. Это новое заявление, и вы ничего не докажете. Мы, короче, сделали коллабы, выиграли там на каком-то фестивале, показали, вот, типа, мы делаем такие штуки, дайте нам залететь, и мы поедем, блядь, все конвенции вам покорим, вообще, вы охуеете. Они такие, да, мы вот, они как раз думали не про Тим, а, как это сейчас называется, VBI-фактор. VBI-фактор, да, это штука, которая не про Тим. Они не поют там, я надеюсь. Ну, у них там тоже лекции, там, они читают мантры. Ну, я понял, да, прикольно. Все как надо, вот, верят в единственного бога Влад Плада. И, нас, короче, когда еще не было вот этой штуки, что они будут приглашать, возможно, каких-то ноунейм артистов, ну, которые, типа, ну, не Громов со 100 тысячами подписчиков, условно, которого все знают, а какие-то такие, вот, а это, типа, будет первоначальная ступенька про Тиму, там, все такое. Ну, и, короче, мы ждали неделю, с нами никто не связался, мне Карамбо говорит, сам напиши, а я такой, не буду писать. Это им надо? Да нет, на самом деле, мы такие, ну, что-то, мы вроде как и тачками не работаем, в манафестах надо тачками работать, а тачек нет, короче, которыми можно, ну, короче, что-то мы, блядь, все такие, типа, да, вот, и, я вот хотел настолько залететь, что вот мы, короче, идея начать коллабить, пришла к тому, чтобы вот шоу, типа, какой-то показывать, вот, на фестах, что нихуя себе там, это сейчас уже никого не удивишь, вот, сейчас уже все, блядь, сейчас уже никто соло не работает, сейчас все, блядь, коллаборируют друг с другом, вообще заебались, честно, ну, да, вот, и это была, чтобы, прикинь, это была мотивация, чтобы залететь на пиздатиший европейский фест, ну, как нам, мне так оказалось, то есть, это вот бизнес-молодость такая у меня, что, ну, не круто, скажи, охуенно, слушай, от этого, блядь, тебе не грустно, ну, что, типа, ты идешь медленно, одинаково, там, чуть-чуть вверх, все такое, нет у тебя загонов по этому поводу? Есть. Ну, ладно. Я тебе говорю, что у меня, вот, был целый год-полтора, нормальный такой творческий кризис, и я прям себя очень сильно не любил. Все, я тебя понял. И, куда ты движешься, скажи мне? Ну, смотри, ты работаешь? Это понятно. Хотя нет, наоборот, ты уже не движешься в ад, ты бросил пить, курить, а, пить, курить не бросил пока. Есть там здоровую пищу, там, все такое, начал. Я к тому, что, ты сейчас, ну, у тебя там супер коллектив, ой, блядь, сейчас, хороший коллектив, супер хороший коллектив, студия классная, узнаваемая, тебе там много кто знает, сеанс, ну, короче, не бедствуешь ты, ты там и в Европе заработал, и в Питере заработал нормально, к чему вообще, у тебя есть какая-то, ну, я понимаю, что точку ставить, или цель ставить, это хуйня, но какая-то, какие-то цели на будущее, у тебя есть, к чему это все тебя ведет вообще? Ну, если, блядь, не знаю, хочешь, тату-дом построить? Тату, да, храм. Тату-храм. Один строил уже. Вот есть что-то, на что ты копишь, блядь, вот у тебя машины нет, я знаю. Нет. Я могу пойти купить машину завтра. Я понимаю, но я к тому, что вот, к чему это все вообще? Есть у тебя какое-то видение, что ты... Блядь, купить квартиру, это какая-то... Нет, нет, блядь, я не ставлю это... Питец, у тебя что, не... Чувак, я не знаю, я живу... Сегодняшним днем? Ну, нет, не совсем. Не совсем. Ну, как-то меня что-то... цель какая-то. Волнует, типа, я этим занимаюсь, я получаю эмоции, не знаю. Что, ну, какая цель? Хуй знает. Какая цель, типа, какая? У нас философские разговоры, типа, о смысле жизни. Смотри, я могу сказать свою цель. Я хочу... Типа, меня заебало в Петербурге, вообще в России заебало, я хочу попробовать пожить где-то в другом месте. Возможно, мне там не понравится. И я сейчас, типа, вот у меня есть недалекая цель. Слушай, ну да, я тогда тоже знаю. Я вот сейчас пойду домой сока хочу купить. Вообще, вообще ни одного острова, блин, не забывал. А я не собирался. В смысле? А ты, я заметил, что ты каждому практически нет-нет до говна накидываешь. Ладно, хочешь? Нет. Да давай. Я уже со всеми попрощался. Бля, знаешь, кстати, я забыл одну хуйню, я хотел, как мы только сели, задать тебе вопрос. Так что, как с Тимати? Отношения. Блин, не звонит. Не звонит больше? Нормально. Ну, столько времени уже прошло. До сих пор не звонит, обидка такая у него, да, серьезно. Считаешь, что ты неправ в этой ситуации? Смотря в чем. Я, в принципе, все нормально же там объяснил, типа, позиция моя ясна, типа, мне не нравятся ваши отношения и прочее. Мне бесит ваша студия и подход к работе, типа, они такие, ну, окей, но не надо было ссать рядом с лицом, типа, это неправильно. Я такой, ну, да, а ты же там не ссал. А я не ссал, нет. Да, ты же вообще, ты просто хури. Я не могу, там люди вокруг ходят, я не могу расслать, как я могу ссать? Нет, там получается ситуация такая, что чуваки стояли с ссали, ты откинул сигарету, и что там, A1, 2, 3, welcome to Saint Peter, типа того. Что такая такая херня была? Да, ну, ты себе выложил, у тебя еще подписчиков духой, я понимаю, откуда резонанс. Ну, короче, нет, понятно, это супер тупая была выходка, вообще дерьмовая, типа, ну, да, мы что-то бухали, стыдная херня, ну, была и была, а что мне теперь?